Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Олег Гарвелезде, политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Олег Гарвелезде. Здравствуйте, Михаил. Ну что же, уважаемые друзья, я вас приглашаю подписаться на канал, ставить лайки, комментировать, это очень важно. На канале уже 31 тысяча подписчиков, мы двигаемся в сторону 35 тысяч подписчиков, поэтому, пожалуйста, друзья, я придерживаюсь такой старой советской пятилетки, то есть каждые 5 тысяч подписчиков – это какой-то важный рубеж в развитии канала, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, комментируйте, вы видите, что приходят новые гости, интересные. Я буду расширять географию своих эфиров, обязательно буду звать экспертов из Казахстана. Вы видите, ну как много интервью выходит в той или иной степени, поэтому завтра появятся новые гости на канале, которых еще не было, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, и чтобы вы не ходили по разным каналам, все интервью сможете смотреть у меня. Вот такой я монополист. Видите, какой у меня Ильгарова монополистический уклон по отношению к зрителям. Также я хочу поблагодарить своих зрителей, не могу, конечно, не поблагодарить Зарема Адама и Тофика Мамедова за поддержку канала по PayPal. Дальше свою зрительницу Наталью, которая по QR-коду выше на видео отправила донат на развитие канала, это BuyMeCoffee. И зритель, не знаю, как его зовут, который просто с карты на карту тоже помог развитию канала, и только знаю, что он послал со счета в Бирбанке Азербайджана. Поэтому спасибо вам большое за поддержку канала, я вам очень благодарен. Ну что ж, Ильгар, давайте, собственно, с вами начнем с азербайджанской тематики, потом перейдем к Украине. Итак, 20 июня 1990 года состоялось второжение советских войск на территории Азербайджана, в Баку. Фактически формальным поводом стали события, которые произошли за неделю до этого, так сказать, события между армянами и азербайджанцами. Собственно, но это был поводом, да, поводом, собственно, вторгнуться на территорию Баку. Вы были тогда студентом, вы рассказывали вашу историю на канале CBS, и не думаю, что ее стоит повторять. Я вам задам лучше другой вопрос. Вот я внимательно смотрел и ваши комментарии, и другие комментарии, и вообще я в последнее время стал смотреть азербайджанское телевидение. Это вообще очень забавно, да, я в Азербайджане не живу, но смотрю азербайджанское телевидение. Мне, наверное, остается выучить азербайджанский язык. Это, кстати, я так понимаю, это можно говорить, да, азербайджанский язык, либо как правильно сказать, азербайджанский же правильно? Простите? Да. Да, да, азербайджанский язык, азербайджанский язык, иногда говорят его турецкий азербайджанский, но это азербайджанский. Вот, я поэтому и спрашиваю, потому что, ну, язык-то один, как правильно говорить азербайджан, турецкий, либо турецкий, азербайджанский, в общем. Мне остается выучить, да. Кстати, я хочу сказать, что турецкий-азербайджанский язык очень популярный в Украине, я знаю многих людей, которые владеют совершенствами. Так что даже есть специальные кафедры по изучению турецкого языка, ну, естественно, азербайджанского, так что, может быть, я когда-нибудь и выучу. Так вот, я пока смотрю русскоязычное телевидение Азербайджаном, я обнаружил следующее, что в Азербайджане вот тщательно избегают упоминания России в негативной коннотации. Я объясню, что я имею в виду. Вот, когда даже обсуждают события 90-го года, говорят, не Кремль послал войска, говорят, центр, да, либо говорят, не там российские войска, а советские войска, да. Почему меня это заинтересовало? Потому что в Украине обычно говорят по-другому. В Украине говорят Кремль или в Украине говорят российские советские войска, так. Под Азербайджан этой риторики всячески уходят. Я понимаю, почему? Чтобы не обострять на фоне истории, так, отношения с Россией, потому что есть настоящее будущее, да. Ну, то есть я понимаю, что каждый текст на азербайджанской телевидении, они прорабатываются, анализируются и так далее. Вот, правильно ли я делаю вывод, уже Мальгар, что, скажем, даже оценивая события 34-летней давности, Азербайджан смотрит не назад, а смотрит вперёд и понимает, что, скажем так, вот в случае России неряшливо сказанное слово может быть раздуто до масштабов планетарных, которые уже повлияют на нынешнюю политику интереса Азербайджана? Значит, постараюсь тезисно, Михаил. Во-первых, поздравляю вас с ростом числа подписчиков. В прошлый раз мы с вами разговаривали, это было несколько дней назад, у вас было 26 тысяч подписчиков, сейчас 35 тысяч вы прибавляете, это как бы идёт сопереживание. Значит, ну, это, конечно, похвально, да, с этим вас и поздравляю. Азербайджанский язык мы говорим, хотя вот в начале ещё, когда мы определялись тем, как самоопределяться, будем так говорить, были различные дискуссии, говорили о том, что это, возможно, азербайджанский, ну, азербайджан-тюрчаси, турецкий-азербайджанский, как и так говорили. В общем, мы от этого сразу отказались, всё-таки это азербайджанский язык. Я почему проситель Гара вас перебил? Да, я вас перебил, просто вот в Молдове они, например, приняли решение, и сейчас они вплоть до, если не ошибаюсь, Конституции поменяли специально на румынский язык. Почему? Потому что, сдавая экзамен именно по румынскому языку, они потом легко могут ехать в Молдоване и учиться в Румынии, им не нужно, ну, как бы заново сдавать чисто формально экзамен на знание языка, потому что и в их эти стати написаны румынские обучения в Румынии на румынском. У нас другая специфика, в том числе и лингвистическая специфика, поэтому всё-таки, значит, азербайджанский язык. И касаясь событий 90-го года, вообще рефлексии по поводу России, тоже в общественном дискуссии различные мнения, давайте будем прямо говорить, откровенно, конечно, эту ситуацию называют иначе, как бы российское вторжение, бывало, что и сейчас бытуют такие определения, ну, даже брать, скажем, чисто формально, да, с исторических позиций подходить, всё-таки это была советская армия, советские войска, Кремль был, ну, центр, да, как бы это советский центр. Вы знаете, если мы берём определение, дефиниции, которые были в ходу в то время, то эта дефиниция центр больше использовалась такое понятие, не Кремль, а центр. И вот, будем так говорить, условно говоря, жаргоном 90-х годов или лексиконом 90-х годов, мы, как бы, передавая атмосферу событий 90-х годов, используем слово центр, потому что тогда это понятие, эта терминология была в ходу. Опять же, это советские войска, это не российские войска были, советские войска, они, понятно, что были укомплектованы, в частности, значит, соответствующими десантными дивизиями и так далее, российскими, конечно. Ну, там были, кстати говоря, представители других национальностей, это тоже надо не забывать, но, скажем, выход из Павловского союза. Так что вот там. Что касается, значит, вообще отношений к этой истории нашей, организировала тогда не Россия, а Советский Союз как государство, организировала в конечном случае, развалилась. Давайте будем прямо прямые, скажем, ну, скажем, не аналогии даже, использовать факты, какие они есть, все-таки. Не Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика, да, а все-таки Советский Союз был тогда, скажем, страной, в которую входила Азербайджанская ФСР. И советское руководство, кстати говоря, повторяя ошибки свои в других регионах, стран, республиках тогда бывшего Советского Союза, как бы по наитию, что ли, повторило еще одну ошибку, грубейшую ошибку. У нас в Бако до этого были тберийские события, до этого были события в Алмате, а потом Вильнюс. И все это вместе, если так в хронологическом порядке не выстроить, привело к коллапсу Советского Союза. Теперь дальше, что интересно. Дело в том, что Советский Союз развалился, а военная инфраструктура его не развалилась. Так вот, значит, части, которые принимали участие в оккупации азербайджанских территорий после 1992 года, Советского Союза нет, не было. А остатки советской армии, они как бы являлись уже частью подразделения тогда еще российской армии, вот в определенных операциях принимали участие. Вот такая ситуация. Но, опять же, это не связано с событиями 1990 года. Конечно, при любом желании можно за уши притянуть какие-то события и вообще несколько иначе поставить вопрос, но это не так. Давайте прямо. Смотрите, Эльгар, я почему говорю? Потому что у нас с вами всегда серьезный разговор. И вот я вам сегодня говорил, что наши разговоры отличаются тем, что мы прерываемся на неделю, но с Божьей помощью мы, так сказать, наш разговор продолжаем. То есть они носят такой пролонгированный характер. И я недаром как бы занимаюсь Азербайджаном, и недаром меня Азербайджан интересует, потому что в Азербайджане пытаюсь найти ответы на вопросы, которые касаются Украины. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот в украинском дискурсе, начиная с 2004 года, ну, по крайней мере, я себя отчетливо помню, свою вовлеченность в общественную жизнь, но в том смысле, что я как-то уже, ну, мне было тогда 16 лет, и я вот революция, оранжевая революция, вот это какое-то ощущение. Я тогда как бы стал особенно интересоваться политикой, до этого интересовался, но как-то все-таки был младше. И вот сколько я себя помню с того момента, постоянно, ну, вот притягивалась за уши Россия. То есть, условно говоря, при каждом условном удобном случае советская власть и преступления советской власти, они отождествлялись с преступлениями России. И советская, и российская, они как бы отождествлялись. Это на самом деле не просто так. Слова имеют огромное значение. То есть, вы понимаете, что люди все живые, да, и элементарные слова, да, они просто ранят, да. Поэтому нужно четко понимать, что вот ту агрессию российскую, которую мы сейчас имеем в Украине, это, безусловно, российская агрессия, безусловно, российское нападение, оккупация украинской территории. Но, говоря об эмоциональном фоне, необходимо признать, что, скажем, ну, наверное, Украина в каком-то смысле могла быть умнее и вот избегать, ну, вот таких, знаете, вот каких-то отождествлений, да, то есть, чтобы пытаться сбить пафос уже с российской стороны, да, то есть отсрочивая или делая эту войну невозможной. Вы понимаете, о чём я говорю, да? Потому что вот Азербайджан, при том, что Россия стреляла в спину азербайджанцев во время армяно-азербайджанской войны, там было российское оружие, российские инструктора, при том, что Россия поддерживала Армению, но Азербайджан стиснул зубы, всё равно, так сказать, вот старался выстраивать отношения с Россией. Вот это немаловажно, скажу, в долгосрочной перспективе, извините. Давайте с политической позиции к этому вопросу подойдём. Да, допустим, если мы примем во внимание, или, скажем, будем отталкиваться от того, что Россия совершила агрессию в 90-м году против Азербайджана, надо всё-таки пролонгировать ситуацию, да, с политической точки зрения. Получается, что груз ответственности за все эти события несла бы Россия напрямую, да, скажем, азербайджанская сторона перекладывала груз ответственности, политическая ответственность за Россию. Значит, Россия оккупировала Баку, Россия пролила кровь, значит, азербайджанских жителей. То есть всё это Россия. А как же мы потом выстраиваем дружеские отношения с Российской Федерацией? Понимаете, какая ситуация? Это же абсурд просто. Естественно, и так абсурд, и это как абсурд, потому что, опять же, я повторяю, приказы отдавало советское политическое руководство, военное руководство, маршал Советского Союза, язвав министр обороны СССР, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Бакатин. Это вот лично персональные люди, которые несут персональную ответственность за происходящее. И в 90-м году, кстати, вы помните, в 91-м году, кстати говоря, произошёл путь тогда, и полноту фактической власти на себе тогда уже, после 91-го года, в определённых вопросах взяло именно российское руководство. И часть представителей последующего российского руководства, к слову сказать, это межрегиональная парламентская группа, они входили туда, советского тогда парламента, Верховного Совета СССР. Она осудила действия советского руководства. Сюда входили, кстати говоря, Ельцин и несколько других лиц, которые впоследствии стали руководителями Российской Федерации. Они осудили действия советских войск в Азербайджане. Так что вот это реальные вещи. Просто есть каналы, которые, я так называю условно, в гостях у сказки. Можно спокойно переключаться на эти каналы, и там выслушивают любые сказочные истории относительно того, что там не происходило. И там, конечно, потасовка факторов, желание притянуть за уши, всё такое прочее. Я стараюсь этим не заниматься. Вот, Ильгар, я поэтому и говорю, что вот здесь очень важный момент. Вот я не успею об этом повторять, потому что я мог бы заниматься пропагандой, но я ей не занимаюсь, потому что это неинтересный канал, не про пропаганду. Вот мне интересно, да, вот как бы Азербайджан играл изначально в долгую. То есть, грубо говоря, я же недаром слушаю новости Азербайджана, недаром. Я всё прекрасно понимаю, как устроено азербайджанское телевидение. Ничего для меня нового нет. Но меня интересует именно нарратив, связанный с Россией. То есть, Азербайджан как бы делал всё, даже зная, что Россия совершила агрессию, чтобы держать в фокусе долгосрочную цель по реинтеграции своих территорий. Соответственно, ведя межрегиональная группа, она защищала не только интересы Азербайджана, но и защищала интересы Украины. И я напомню вам, что она выступала как раз за поддержку Декларации независимости Украины и суверенитета Украины. И Ельцин поддержал суверенитет и независимость Украины. Да, в конъюнктурных целях, чтобы выбить стул из-под Горбачёва, но тем не менее поддержал. Но, к сожалению, в украинском дискурсе изначально было вот это отождествление. То есть вот Россия имперская, которая переросла в советскую и потом переросла, значит, вот в Россию. То есть если мы не дифференцируем, то получается, что мы вместо того, чтобы начать с чистого листа, как бы мы словно продолжили некий исторический бой. Но вы знаете, вот этот нарратив, там вот с Богданом Хмельницкого, XVIII века, мы боремся, агрессоры, козлы, вы нас душите и прочее, прочее. Но так будущее не построишь. Я просто об этом говорю. Да, сейчас-то, конечно, Россия действительно агрессор-оккупант. А в 90-е годы не было тех территориальных проблем, которые, например, начались у Азербайджана либо у Молдовы. Естественно, надо строить анализ применительно к тем историческим событиям и реалиям, которые были присущи для этого времени. Вы понимаете? Мы сейчас будем экстраполировать события того времени, перекладывать на нынешнюю реальность. Это, знаете, какая каша у людей в головах будет. Кстати говоря, я вот обращаю внимание, часто такая каша и присутствует в сознании очень многих людей. Если, значит, ну я сейчас не буду об этом много говорить, но есть такие сказочники, которые эту кашу как бы вот сформируют у них в головах. Вы знаете, еще такой интересный момент есть. Людям свойственно, скажем так, больше внимания обращаться к сказкам, легендам, к сценариям с хорошим, с красивым концом. Вы понимаете? Часто реальная, скажем, реальная политика, реальная история, ну скажем, остается в тени вот этих сказок. Потому что они красиво изложены, они, там есть, значит, рыцарь на белом коне, положительный, отрицательный герой. Так просто легко в сознании людей это все укладывается. Когда ты начинаешь сложные вещи объяснять, что вот как бы есть еще такие промежуточные моменты, это не всегда воспринимается. Ну что кто-то говорит? Ну что это за фигня? Вот есть хорошее, есть и плохое. Есть белое, есть черное. Вот я, к сожалению или к счастью, я не знаю, реальная жизнь, реальная политика, она складывается с очень многих нюансов, которые нельзя вот так градировать. Хорошее, плохое, белое, черное, серое и так далее. Есть полутона. Ильгар, и мы как бы, раз мы затронули полутона, давайте все-таки затронем ту тему, которую он сбросил накануне нашего эфира. Вот несколько дней назад действительно было заявление заместителя министра обороны Украины, которое меня повергло в шок. Я не шучу. Заместитель министра обороны Украины, внимание, официальное лицо, заявило о том, что Украина в этой войне будет добиваться сдачи ядерного оружия Российской Федерации. Ну, естественно, это заявление вызвало прилив гордости. Но если рационально посмотреть на этот вопрос, война идет на украинской территории, мы боремся за границы 91-го года, это очень сложная борьба. Дальше, чтобы Россия отказалась от ядерного оружия, значит, завтра украинские солдаты должны быть в Кремле. Ну, какова реалистичность этого сценария? Ну, под вопросом, согласитесь. Зачем делать эти заявления? То есть, когда мы делаем подобные заявления из уст официальных лиц, ну, на мой взгляд, это опасное заявление. Ну, вы знаете, мне сложно судить, честно говоря, на кого это было рассчитано. Скорее всего, на широкую общественность, потому что я не думаю, что это было рассчитано на специалистов своего дела. Они прекрасно понимают пределы возможностей и характер задач, в том числе военных задач, состоящих по-другому. Я так понимаю, что это обращение не к ним было, не к военным, условно говоря. Это было обращение, естественно, не к той военной политической элите, которая принимает сегодня решение. Это больше обращение к людям, возможно, к каким-то определенным политическим кругам на Западе. Они, к сожалению, тоже частью своей сказочники хорошие. Вот живут в придуманном мире и думают, что мир состоит из того, как они его рисуют себе. Возможно, это и для них было сделано заявление. Но, скажем, думающие, критически оценивающие ситуацию часть общества, конечно, иначе не несколько относятся к такого рода заявлению. Здесь вот я хотел бы обратить внимание на то, что необходимо, наверное, правильно представлять себе, с каким противником ты имеешь дело и какие у него целеполагания, грубо говоря. Обычная ситуация решуется таким... Ну, это демонизация противника, это обычное явление в информационных войнах. Понятно, что Украина ведет войну не только, скажем, такую реальную, горячую, но и информационную войну. Ну, и здесь войну, и здесь, конечно, такая компонента присутствует. Но надо обратить внимание, что, вы знаете, вот как мы с вами говорили насчет «Властелин колец», саги, вы знаете, складываются впечатления, вот примерно, скажем так, идеологи войн ведут себя вот так же, как Толкин, когда писал об этом. То есть если люди Запада, люди, значит, Востока, Мордор и все такое прочее, это имплементируют в реальность, в нашу с вами повседневную реальность. Но дело в том, что, если обратить внимание на процессы, как они есть, допустим, вот, в частности, Россия наносит удары по территории Украины, не целью, ее основной целью ударов являются не детские сады, школы и так далее, дорожная инфраструктура, стоянка, базар, а военная инфраструктура, промышленная инфраструктура, конечно, это тоже имеется в виду, то есть какие-то жилые постройки, но основной удар наносится по этим целям. То есть хочу сказать, что часто смотришь, когда картинку мы видим, совсем другую картинку, как бы такое впечатление, как будто они воюют только вот с гражданскими целями. Так вот, вот в этой картинке нужно, наверное, смещать акценты таким образом, чтобы люди понимали, что такое реальная война, на какие реальные цели она рассчитана, и, естественно, как нужно сделать так, чтобы как бы решить свои задачи. В настоящее время в Украине важная задача не, скажем, динокуляризировать Россию, будем так, скажем, говорить, а, значит, максимально сократить издержки от войны, которая происходит на украинской территории. Вот в чем дело. И, естественно, достичь оппозиционных преимуществ на линии фронта. Вот примерно такая ситуация. Конечно, такие, но на сегодняшний день, в ближайшие месяцы это такая задача максимума. Когда говорят о том, что там какие-то другие задачи это, конечно, но и у людей больше скепсиса, рождает скепсис определенный. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой поддерживать YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolute. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolute позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Игар, вы хорошо сидите на кресле? Я стараюсь. Вот я вам тогда зачитаю следующее. Есть в прошлом народный депутат Украины, кстати, известный украинский журналист, ныне советник офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он поделился идеей, как вернуть домой украинских беженцев. Для этого, по мнению Лещенко, страны Европы должны прекратить помощь украинцам, которые выехали из-за войны. Об этом он сказал швейцарскому изданию Tagis Anzeiger. По его словам украинцам, оставшимся в стране и тем, кто выехал за границу, все труднее находить общий язык. Цитата. Потому что люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой. И далее. У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, чепуха. Возвращенцам не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками, аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике. И ситуация становится все сложнее. Ну, далее Лещенко заявил о том, что те деньги, которые тратят на беженцев, в Европе необходимо было потратить на Украину в целом. Я, конечно, понимаю, что Макеевелли когда-то задекларировал принцип «разделяя властвуй». Но принцип «разделяя властвуй» он хорош, когда демонизируются россияне. Я знаю, что есть те, кто против войны, но в основе своей массы россияне за войну. Поэтому, когда россиян называют орками, арчихами, я не приемлю этой риторики, но я понимаю эту риторику в рамках демонизации противника, поскольку это война. Так было и в Первом мировой войне, и в Втором мировой войне, и между Арменией, и Азербайджаном, и прочим. Но когда противопоставляется одна часть граждан другим, другая часть граждан, которая выехала из страны, а ведь бежали не только люди из Киева, бежали из разбомбленного Мариуполя, из других мест. И люди нет хорошей жизни, я вам скажу, олигарх бежали. Вы знаете, нет хорошей. То есть призывать европейские страны, чтобы они прекращали помогать своим же украинским беженцам, ну, я вам честно скажу, но я этого не понимаю. Но я смотрю, с каким пиететом, например, Азербайджан относится к азербайджанским беженцам. Опять же, не пиарю власть в Азербайджане, там у вас свои есть нюансы, но это же странно, согласитесь, да? Вот как это так, призывать, перестать помогать украинским беженцам в Европе? Извините. Если мы будем посвятить остаток нашей передачи выяснениям обстоятельств вот подобного рода заявлений, к чему они вообще могут привести, я думаю, что мы очень много уделим им чести, скажем так, такого рода. Но я вас понимаю, давайте я кризисно тоже постараюсь объяснить. Ну, вы знаете, что я говорю, в Польше в настоящее время проживает по официальным данным, по официальным, есть еще не официальные данные, по официальным данным около двух миллионов украинцев. Вот давайте представим, что Польша перестанет, ну, скажем, выдавать им соответствующие пособия, помоществование и так далее. Знаете, что начнется? Я даже не представляю, что может быть в Польше, какие она получит социальные проблемы, а возможные политические проблемы, если она этот шаг предпримет. Вообще, как к Польше отнесутся другие страны, да, это же, это, условно говоря, человеконенавистнический шаг, ну, как люди пришли просить у тебя убежище, а ты им, ты их оставляешь ни с чем, да, вот как бы, это Польша, это Польша, где проживает порядка больше 35 миллионов, ну, это, это большая нагрузка, а в Словакии, Словакии, возможно, этот товарищ плохо осведомлен о числе беженцев, которые проживают в соседних государствах, вот в Словакии проживают порядка около, по разным оценкам, около полумиллиона беженцев на страну, население, которое несколько миллионов составляет, понимаете, какая серьезная для них эта ситуация, и вот ты вот в одночасье перестаешь их как бы, ну, содержать и так далее. С другой стороны, это вот, вот вы представляете, я думаю, что не стоит нам и нашим, особенно зрителям, они прекрасно все понимают, объяснять, к чему это вообще может привести. Ну, давайте, кстати говоря, многие беженцы просто так сидят там, они часть, значительная часть интегрированы в экономическую структуру, экономику этих стран, многие работают, многие конкретные, значит, ну, приносят прибыль, если, давайте прямо говорить, определенные социальные или же экономические ниши занимают. Ну, давайте этот вопрос, оставим. Второй вопрос, я хотел просто довести свою мысль до конца, если вы мне позволите. Окей, они возвращаются, куда они возвращаются? Они там работают, они получают деньги определенные, часть беженцев, к его сведению, я должен тоже сказать, перечисляют деньги, внимание, обратно в Украину, вы понимаете, часть этих людей работают, у них там родственники в Украине остались, они им туда деньги перечисляют, вот они вернутся, скажем, в Украину, где, ну, недавно, значит, официальные лица говорили о том, что нечем платить пенсионерам, понимаете, куда они вернутся, где они будут жить, где они будут работать, кто им обеспечит этой работой, вы понимаете, это большая социальная программа, речь идет, вот, тоже я хотел бы обратить внимание, где-то порядка, опять же, по официальным сведениям, где-то порядка 7 миллионов, 6 миллионов жителей, это по официальным сведениям, еще есть неофициальные сведения, которые гораздо больше, так вот, эти 7 миллионов дополнительно к тем проблемам, которые существуют сегодня Украина, Украины, они должны принять их, эти 7 миллионов, и обеспечить работой, и все так, вот, человек, который такие вещи говорит, вот, на минуточку, представься, который такие вещи говорит, или предлагает, он, вот, над какой частью из этих вопросов задумывался, ведь это же люди, живые люди, и, кстати говоря, вы правильно сказали, они же убежали откуда, из разбомбленного Мариуполя, из Бахмута, из вот этих территорий, где нет жизни, понимаете, они, не от хорошей жизни оттуда убежали, и им нужно еще дать жилье, где он это жилье найдет. Смотрите, Ильгар, я посмотрел бы и по-другому на эту ситуацию, вот, Азербайджан, начиная с 90-го года, прирос населением, правильно я понимаю, то есть выросло население Азербайджана, правильно, как я понимаю, что те люди, которые сейчас дооккупировали Карабах, это молодые ребята, которые родились уже в независимом Азербайджане, правильно? То есть они должны были родиться в Азербайджане, то есть чтобы они родились в Азербайджане, необходимо было стабилизировать ситуацию, создать экономические условия, чтобы люди были мотивированы расширять семьи, чтобы появлялись дети, потом уже дети современников тех событий, они восстановили справедливость и национальную гордость Азербайджану. Ну, это же логические, правильно, логические выводы. Так что же получается, если эти люди, которые сейчас украинские беженцы, находятся в Европе, а мы уже слышали решение немцев о выдаче гражданства через 3-4 года, то есть вы понимаете, да, 3-4 года — это время условного ведения войны. Все эти люди получат гражданство в Европейском Союзе, они получат и не вернутся, поверьте, не вернутся. Я знаю, потому что общаюсь не со всеми, но с некоторыми, с своими знакомыми. Соответственно, вместо того, чтобы людей в украинском из слова «заохочевать», то есть заинтересовать, возвращаться под новые проекты, под новые смыслы, им показывают, что как бы они лишние, да, что вот есть граждане, которые внутри, которые стойко сражаются, а есть ну как бы вот беженцы, да, то есть идет противопоставление, да, вот свой-чужой, да, вот честно такое, знаете, вот большевистский принцип, да, вот большевики, а вот меньшевики, то есть разделяя и ластвуя. Ну, я вам честно скажу, что я понимаю, когда этот принцип обращен к российским оккупантам, но я удивлен, когда этот принцип обращен к части украинских граждан, простите меня. Слушайте, Михаил, вот как я вижу эту ситуацию, да, давайте обратимся к дефиниции. Беженцы, в классическом понимании этого слова, это люди, которые жили в одной стране, они перешли границу другой страны и вот сейчас там размещают. Для нас беженцы, это азербайджанцы, которые жили на территории Армянской СССР тогда и были изгнаны оттуда, в общем, вынуждены переехать были в Азербайджан. Остальные жители, где-то порядка 700-750 тысяч человек, это вынужденные переселенцы, которые жили на территории Карабахского и сейчас восточный за Ингизурско-экономического района и которые переселились, вынуждены были в результате реально проведенной этнической чистки вот на территорию, на остальную территорию Азербайджана. И, кстати говоря, вот мы когда говорим об украинцах, мы говорим об украинских беженцах. Есть еще в Украине очень много вынужденно перемещенных лиц. Это не беженцы, это люди, которые покинули места военных действий и живут на территории Украины. Это, кстати говоря, отдельная категория граждан, которые нуждаются в социальной помощи и так далее. То есть, в общем, не буду широко распространяться об этом, но хочу сказать, что это тоже достаточно большая категория, и больше, чем беженцы. В общем, вот наши беженцы, вернее, вынужденные перемещенные лиц, но беженцы, они, естественно, интегрировались в азербайджанскую общество, ну, они были части азербайджанского общества, просто в различных городах стали проживать, и какая у нас система была, да, система льгот, система, ну, поскольку война была приостановлена, посмотрите, для этих лиц существовало, существовали льготы в виде, они вначале вообще не выплачили не пособие за квартиру, за свет, за газ, в общем, за это не платили они. А впоследствии, в последующие годы, ближе уже к концу вот этого периода, они платили только по льготным условиям, да, по очень льготным, на 50% там электроэнергии, газа и так далее, вот так они платили, ну, естественно, государство разрабатывало программы строительства жилья, для них каждый год сдавалось до 50 тысяч квадратных метров жилья. И этого тоже не хватало для того, чтобы их всех заселить. В общем, специальная программа, у нас был сформирован комитет по беженцам и вынужденным переселенцам, который до сих пор работает и, в общем, решает вопросы беженцев. Конечно, там миллион вопросов, миллион проблем был, не все, давайте откровенно будем говорить, не все проблемы можно было решить, не все проблемы решались, около миллиона человек невозможно построить дома, квартиры и так далее. Это колоссальный жилфонд нужен был. И вот я говорю, при таких возможностях, которые имеет озвучивание государства, просто мы не успевали строить эти самые дома для беженцев, вынужденных переселенцев. В общем, вот такая ситуация. Поэтому эти люди были в том числе мотивированы на то, чтобы вернуться, вот, освободить эти территории, потому что, вы знаете, они даже проживая в этих домах, они все время говорили о том, что мы здесь временные, это не наша территория, грубо говоря, они переселялись в Баку, полупустынную местность, где-то, а в Карабах, где они, ну, их родители, они сами где-то росли и так далее, и в других условиях они жили, там это рай на земле, что называется. Естественно, они все время грезили о том, чтобы возвратиться туда, жить там нормальной жизнью. И государство мотивировало их, что вот, вы смотрите, мы строим дома, но это не постоянное место вашего проживания, вы вернетесь туда, мы обеспечим вам вот все условия для того, чтобы вы туда вернулись. И вот президент, когда совершал поездки, открывал все дома социальные, он все время об этом говорил, что вы вернетесь, вы вернетесь, это все временно, это все временно. И сейчас вот кадры распространяются, как это вот люди, живущие в этих домах, в этих комплексах, специально построенных для них, выселяются, выезжают, добровольно это делают и едут на освобожденные территории. То есть у нас немножко другая ситуация, специфика другая. Но прежде чем решать эти проблемы, связанные с беженцами, остановили войну или выиграли значит войну. После этого мы приступили к возвращению. Ну вот такая ситуация. Игорь, мы так, чтобы закольцевать эту дискуссию, перейти уже к тематике Турции и к армяно-азербайджанской тематике, я вот что хотел бы вас спросить. Качество политики. Смотрите, я знаю, как устроена азербайджанская политика. Я вам более того скажу, я читаю даже новости встречи кандидатов президента Азербайджана со своими избирателями. Я знаю, как устроена политика, абсолютно знаю, ну как бы как антураж эти формальные встречи и все. Но мне лично, я все прекрасно понимаю, что, ну, то есть это все спектакль. Но для меня принципиально, что в Азербайджане есть национальная политическая элита, сильная, есть сильный президент Ильхам Алиев, который восстановил территориальные целостности Азербайджана. Это самое главное. И в стране мир, да, вот это самое главное. Экономическое развитие, все остальное есть там выборы. В Азербайджане какие выборы? Это суверенное дело Азербайджана, ну, этого вообще никто не должен касаться. Но вот меня интересует другое, да, потому что выборы могут быть самыми демократичными. Вопрос качества элиты национальной, да, как в Азербайджане добились того, что в Азербайджане есть сильная национально ориентированная элита. Это совершенно точно. Но я просто даже смотрю по действиям того же Лиха Малиева, как быстро стали реформировать Карабах, когда выбросили оттуда оккупационные армянские войска. Вот как? Как создать такую национальную, мощную, национально ориентированную элиту? Любая элита, любая элита, я считаю, что любое здоровое общество должно базироваться на здоровой национальной идеи, здоровой национальной идеи. И вот тут эта идея у нас есть. И, по крайней мере, на период до полной деоккупации территории была вот такая единая национальная идея, которая заточена была на вопрос, связанный с восстановлением территориальной целостности. и для того, чтобы продвигать эту идею, различные инструменты существовали, начиная от музыки, то есть литературы, искусства, заканчивая чисто идеологией, вот такой политической идеологией. И, кстати говоря, вот на последнем, во время последнего интервью президент сказал о том, что, в общем-то, эта часть национальной программы максимума мы выполнили, сейчас нужно задумываться новой национальной идеей. То есть, вы знаете, без мотивации, вот что такое национальная идея? Это своего рода мотивация, мотивация общества на достижение конкретных целей. И к этой мотивации, эта мотивация, она формирует и общественно-политический дискурс внутри общества. Это, вы знаете, тоже ненавязанная вещь. Она должна быть органической частью общественного развития, общественного диалога. Вот примерно такая ситуация. Без этого, без вот этой единой национальной идеи, наверное, невозможно говорить о политической элите. А вокруг чего эта политическая элита будет формироваться? Вокруг каких национальных идей? Кстати, говоря, это не только в Азербайджану присуще, это в частности Турции присуще. Мы часто, скажем, сравниваем, берем пример какой-то, какие-то аналогии приводим. Там тоже вот эта национальная идея есть. Для Турции вот, допустим, национальные символы очень много значат. Я вам эпизод расскажу. Когда во время церемонии, по-моему, фотографирования на очередном саммите G20, G20, большой двадцатки, лидеры государств становились на месте, на флаге, на своих флагах, на своих странах. Они должны были встать на этих флагах, чтобы фотограф их всех заснял в том порядке, в котором протокол согласовал. все стали на этих самых своих флагах. Один Эрдоган подошел к турецкому флагу, нагнулся, взял этот флаг, положил его в карман и встал на этом месте. Вот что такое национальная идея. Вы понимаете? Вот такая же ситуация. Также мы относимся к своему флагу, к своей стране. К Карабаху мы также относились. Я еще одну вещь скажу вам, я не знаю, насколько правильно это во время войны, во время вот такой эпизод был, да, из личной жизни, мы с супругой вот ехали, скажем, да, возвращались откуда-то, не знаю, откуда-то возвращались на машине. И случайно, случайно, ну, по радио передавали песни, это азербайджанская песня такая достаточно патриотическая, Рашид Бейбутов ее пел. Мы как-то говорили о том, о сем, и вот когда эта песня по радио стала звучать, как-то вот случайно вот так получилось, мы перестали разговаривать, это во время войны было, и мы вот так молча доехали до дома, вот не разговаривая, слушая эту музыку, да, и потом посмотрели друг на друга, у нас вот слезы по глазам, ну, с глаз катились, да, вот такая ситуация. Это, знаете, трудно передать словами, я просто как бы вам показываю, что такое национальная идея, да, вот, что такое, вот, скажем, болеть реально за эту ситуацию. Поэтому мне кажется, что без этого ничего не будет, ни строительства государства, ни национальной элиты, ни армии не будет, как ему армия строится на такой мотивации? Мне кажется, так. Ильгар, здесь очередные заявления появились господина Мерзияна, министра иностранных дел Армении, который говорит о том, что вероятность эскалации ситуации существует и, по крайней мере, риторика свидетелей, которые мы стали после интервью президента Азербайджана, говорит Мерзиян, не позволяет нам ни на секунду ослабить бдительность. Также господин Мерзиян заявил о том, что у Алиева, президента Алиева, были неприкрыты территориальные претензии к суверенной территории Республики Армении. Цитата. Мы увидели, как в воскаженном виде называется тотальный город или регион Армении. По большому счету вся Республика Армения называется восточным Азербайджаном. Вероятность эскалации есть всегда. Повысится ли эта вероятность во время выборов в разных странах? Думаю, было бы рационально так думать. Ну, я так понимаю, что речь идет о Зангизурской области, которая называется Суникской в Армении. Речь идет, наверное, о Ереване, которую азербайджанские эксперты часто называют Ириваном. Ну, то есть, это как, скажем так, Львов, австрийцы называют Лембергом. Ну, понятно, что когда напряженные отношения, вот даже искаженные названия не вызывают такую реакцию. Но все равно мне кажется, что, скажем, Мерзаян, он сгущает краски. А вам как кажется? Вот я не вижу предпосылок со своей колокольни напряженности между Арменией и Азербайджаном именно в военной эскалации. Ну, естественно, он сгущает краски. Потому что мы собираемся нападать на Армению, захватывать этот самый Тюнишскую область, как они говорят, Дангизурскую область или же другие территории. Понятно, что в риторике присутствует отсыл на то, что это исторические земли Азербайджана. А что, когда они говорили о том, что вот и сейчас говорят о том, что Нахчеван это армянская земля, Нахчеванская автономная республика Азербайджана, Карабах это Армения, точка. Им это можно было говорить. Ну и сейчас, вы знаете, есть эпизоды, когда отдельные деятели вообще Баку считают армянской территорией. Я так понимаю, в политическом диску, в общественном дискурсе Армении это тема. У меня вчера был Рам Макартычан, известный деятель. Правозащитник, юрист, он заявил о том, что Азербайджан должен, если он хочет сохранить, извините, смешно, сохранить Карабах, он должен трансформироваться в федерацию и дать полную автономию сепаратистской НКР. Это после победы Азербайджана. Я, честно вам скажу, еле сдерживался. Это настолько было интересно слушать. Вот видите, Михаил, вот видите, такая ситуация с этой жизнью. Но какие-то оценки таким разговорам никто не дает. Ну, это понятно, почему не дает. Но с другой стороны, вы знаете, если ты хочешь напряженности, повод всегда можно найти. Если ты хочешь использовать какие-то слова, какие-то действия и интерпретировать их как намерение напасть, какие-то агрессивные цели в этом усматривать, ты, конечно, вполне можешь использовать это в своих целях. Кстати говоря, хотел бы еще обратить на такой интересный нюанс выступления того же Мерзояна. Он сказал, что мы нашли карты минных полей и продолжаем находить их. Если что, мы можем их передать Азербайджан, значит, у них вот эти самые карты минных полей были, понимаете, через три года они вдруг нашлись. Мерзоян, он сказал, что уже какие-то карты передали азербайджанской стране, но есть еще карты и готовы передать через европейские посредники, чтобы потом Азербайджан не говорил, что эти карты не передавались. А вот где был Мерзоян или вот очень интересно, где были эти карты на протяжении трех лет, что там подрываются люди, больше 200 человек успело подорваться и опять же эта карта порционно выдается. Значит, карта-то есть, а их не выдает. То есть на это же не обращают внимания. Почему-то эта практика не вызывает беспокойства, но вот так устроен мир, к сожалению. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ильгар. ПАСЭ. ПАСЭ пытается лишить права азербайджанскую делегацию. Просто это очередной беспринципный акт беспринципного отношения к международному праву, потому что, опять же, здесь речь идет не про Азербайджан, здесь речь идет вообще про международное право и отношение и уважение к принципу территориальной целости и суверенитета. Значит, опять, от Азербайджана требуют какие-то мониторинговые миссии в Карабах, обеспечить доступ армян Карабаха в Карабах, да, ну, какие-то абсолютно бестолковые требования, учитывая то, что, в принципе, армяне Карабаха в любой момент могли бы приехать в Карабах. Кстати, любопытно, вы знаете, 50 тысяч всего карабахских армян, они получили убежище на территории Армении. И я сразу задаюсь вопросом, а что с остальными? А не были ли у них случайно армянские паспорта? А если у них были армянские паспорта, то как тогда назвать, скажем так, или охарактеризовать роль Армении в тех событиях, чисто формально, если были у жителей Карабаха армянские паспорта, когда Карабах был Азербайджаном? Это первое. Второе. Как назвать людей, покинувших Карабах, если у них были армянские паспорта, это точно беженцы? Может быть, это граждане Армении? Это очень справедливые вопросы. Хотелось бы, чтобы на эти вопросы ответили те люди в паспорта, которые принимали это решение. Вот хотел бы, кстати говоря, обратить внимание, давайте последовательно я постараюсь, значит, на это самое решение паспорта. Что такое паспорта? Паспорта – это парламентская ассамбля и советы Европы, цель которой – обеспечить дискурс, политический дискурс на важные злободневные для повестки Совета Европы. Когда ты лишаешь права голоса, делегацию, и начинаешь с ней, условно говоря, дискутировать, ты нарушаешь принцип паспорта. Вы согласитесь с мной? Разве это не абсурдно? Люди, представляющие страну, лишаются голоса, и ты выносишь без относительно того, что они скажут, решение в их отношении. Как это? Что это за дискуссионная площадка? Как они могут тогда свою позицию аргументированно отстаивать? Вы понимаете, ты лишаешь их голоса. Где же принципы демократии, равного представительства и так далее? Ты ставишь их в неравное положение? Это с одной стороны. с другой стороны, вот эти люди, депутаты, азербайджанские депутаты ПАСЭ, они представляют в том числе свои избирательные округа. Люди, которые их туда направляли, то есть избиратели, думают так, как они думают в этом вопросе, по крайней мере, как минимум. Вы понимаете, это то, что считает азербайджанское общество, часть азербайджанского общества, представителями которых они являются, эти депутаты. Ты фактически ставишь на мюд, режим без голоса, часть представителей азербайджанского общества, лишающих возможности что-то сказать. Где демократия, где свобода выражения слов и так далее. И в этих условиях ты еще грозишься принятием каким-то санкций. спрашивается, во-первых, происходит дискредитация самого принципа ПАСЭ, во-вторых, что нам делать в этом ПАСЭ тогда, если нас лишают там голоса, вы понимаете? С другой стороны, совершенно правильные и справедливые вопросы. Верните туда этих людей. Окей, хорошо, вернем. В каком качестве они там будут жить? Вот что они будут там делать? Кто они? Они граждане Азербайджана, они граждане Армении. Если они граждане Армении, почему жить на территории Азербайджана, кто-нибудь объяснил нам, понимаете? Никто же не объясняет. Вот они тупо, вот те люди, которые принимают эти решения, тупо смотрят в глаза и говорят, вот вы должны это сделать, потому что это не демократично выселять оттуда людей, это вообще ни в какие рамки не ходит. Хорошо, эти люди, кто они? Они же должны быть гражданами, принять, мы говорим, давайте примите гражданство Азербайджана, и живите, и тогда уже посмотрим, если Азербайджанское государство не будет соблюдать соответствующие обязательства перед этими людьми, тогда вы можете, да, пенять Азербайджанскому государству, что вот вы нарушаете права своих граждан. А кто это? Это граждане Азербайджана. Зачем мы должны их возвращать? Вот такая абсурдная ситуация возникает, потому что мне кажется, иногда складывается впечатление, что в пассе сидят кухарки, я не знаю, люди, которые совершенно к политике никакого отношения не имеют, они не знают, что голосуют. Смотрите, олигарх, как я понимаю, в Конституции Азербайджана, вот, ну, опять же, проанализируем слова Мирзияна, да, ведь нужно опираться на какие-то факты, да, потому что можно говорить все, что угодно, но должны быть факты. Вот я не видел, не встречал ни одного документа официального Азербайджана, где, например, было посягательство на территорию Суникской области, ну, Зангизурской области, да, вот нету такого, ну, просто нет такого документа, не видел, может быть, он засекречен, но я его не видел, но с другой стороны, я видел документ, где еще на по-белому написано о том, что Карабах это, ну, как бы часть Армении, да, то есть это написано в декларации армянской о независимости Армении, и которая является частью Конституции Армении. Соответственно, справедливые требования Азербайджанской страны, если вы хотите дескалировать ситуацию, так измените Конституцию, потому что Пашинян об этом только говорит, а Конституция-то она не изменена, то есть получается, Армения хочет, чтобы Азербайджан заключал мирный договор с Арменией с признанием территории Армении, когда Армения, если взять ее базовый документ, не признает территориальную целостность Азербайджана. Да, речь идет о преамбуле к армянской Конституции, которая ссылается в свою очередь на незаконный акт о преследовании Нагорно-Карабахской тогда еще автономной области из состава Азербайджана и состава Армении. Кстати говоря, это тоже вопрос, просто не хочется обсуждать, это слишком советская Конституция, даже во время, то есть по Конституции Советского Союза автономная область не имела права отсоединяться от одной там республики и присоединяться от другой республики и так далее. То есть абсолютно незаконное решение, ну, в общем, они на это незаконное решение ссылаются и, в общем, еще там, кстати говоря, моменты, касающиеся Турции есть, насчет так называемого геноцида армян и все такое прочее. Естественно, когда в преамбуле твоей Конституции содержатся прямые отсылки на вмешательство во внутренние дела других стран, это просто нонсенс, честно говоря, да, политико-правовой в международном плане это нонсенс. И, видимо, понимая этот момент, Пашинян пытается сейчас поменять Конституцию, но на сегодняшний день она действует. И все власти Армении, включая самого Пашиняна, опираясь на эти положения Конституции, ну, претендовали на азербайджанские территории, Пашинян же сказал, Карабах это Армения, точка, в том числе опираясь на положения Конституции, которые сейчас действуют. Но, кстати говоря, Михаил, вы прекрасно акцентируете на это внимание, наши друзья в ПАСЭ, в кавычках, друзья, они о чем, почему-то, о ничем таком не говорят. вот понимаете, вот поразительно то, что они все время говорят о том, что, скажем, Азербайджан якобы оккупировал какие-то армянские территории, но ни словом не обмолвились об оккупации Армении, азербайджанских территорий, до сих пор анклавы, их славы азербайджанские находятся под оккупацией Армении, об этом ни слова, ни слова, но ты, если соблюдаешь какие-то моменты, связанные с объективностью, ты хотя бы одной строкой, где-то так, одним предложением должен и об этом сказать, но ведь никакой ни строчи, ни предложения, ничего, никакого упоминания об этом, и спрашивается насчет компетентности этих людей, вы, еще вот одной ремаркой, я хочу сказать, что эти действия, действия этих самых политических кругов и отдельных депутатов, они находят очень неприязненные отношения не только со стороны руководства Азербайджана, вот в чем дело, со стороны простых граждан, вот обычные люди их ненавидят, будем так говорить, но ты настраиваешь против себя не руководство страны, ты настраиваешь против себя общественность, своими действиями ты настраиваешь общественность, люди не принимают эту позицию, но они вот так работают, так, к сожалению. Да, вот смотрите, Эльгар, вы знаете, вот у Армении, точнее, у армян очень активные диаспоры по всему миру, очень активные диаспоры, и, знаете, только что аналогия пришла в голову, вот Горбачев, он впоследствии опровергал то, что он был в курсе путь, хотя, ну, только, наверное, полностью не понимающий в политике может подумать, что президент Советского Союза, человек, который находится шесть лет у власти, он не в курсе какого-то путча, да, понятно, что Горбачев был в курсе, да, просто он хотел чужими руками загребать жар, да, и при этом не обрушить свой авторитет на Западе, вот чем-то мне пашня напоминает Горбачев, то есть он выступает с мирными инициативами в адрес Азербайджана, к чему друзья, весь этот шум и ваш старинный брат и кум, но за Армению всё делают диаспоры, и такое впечатление, что вот как бы диаспоры мутят воду, да, на самом деле, ну, я в это мало верю, я как раз думаю о том, что именно Пашинян прикрывается диаспорами и продвигает вот эти самые контроверсионные инициативы через диаспоры, в частности, стало известно о том, что уже канадская диаспора пытается, значит, апеллировать Канаде, что Канада снимает санкции, значит, с Азербайджана, то есть снимает санкции с Турцией, после того, как Турция согласилась проголосовать вот эту резолюцию заступления Швеции и Швеции и Финляндии в НАТО, и армянская диаспора недовольна. Ну вот как вы прокомментируете, согласны ли вы с моей точки зрения о том, что этими диаспорами просто прикрывается нынешняя руководство Армении? Вот с параллелями с вашими абсолютно согласен. Пашинян и Горбачев оба популисты, поэтому все понятно. И тот играл на публику, и этот играл на публику. То есть здесь все понятно. Но что касается диаспор, ну посмотрите, какая ситуация. мне кажется, что вот есть такое понятие «хвост виляет собакой». Все-таки эти диаспоры, конечно, они определенную роль играют, и, естественно, есть, абсолютно с вами согласен, есть коммуникация между властями Армении с диаспорскими структурами, диаспорскими организациями. у них есть государственный комитет, по-моему, по делам диаспоры, который курирует связи с диаспорой. Кстати говоря, руководитель и его бывший мэр Глендейла. Это город в Калифорнии, приличный населенный армянами. И бывший мэр этого города как раз-таки руководитель этого самого комитета. Так что через них они достаточно эффективны коммуникации поддерживают. Вполне возможно, есть определенный заказ. Но иногда вы знаете вот страны хозяйки диаспор, они умело манипулируют интересами диаспор для решения собственных вопросов. В данном случае Канада это пример, когда Канада плюнула на эту самую диаспору, какая бы она влиятельная и так далее не была, и в общем решила соблюсти свои собственные интересы. То есть когда надо, они могут плюнуть на эту самую диаспору с высокой колокольни. Но когда им это не надо, они используют диаспору в качестве рычага влияния на ситуацию, на Пашиняна, на ситуацию в регионе и так далее. Поэтому мне кажется, это, кстати говоря, Пашинян должен призадуматься тем, что иногда не он управляет диаспорой, а диаспора является проводником политики тех сил или своей политики тех сил, которые представляют диаспоры этой страны для реализации ее цели. Так что вот такая ситуация. Ильгар, простите, но если бы, ну то есть, опять же, почему я сравнил Пашиняна с Горбачевым, да, видимо, даже если честно, я ну переборщил. Объясню почему. Потому что Горбачев, он хоть демонстративно отграничивал себя, отмежевывал себя от ГКЧП, а Пашинян, он вообще не комментирует по сути заявлений диаспоры. То есть, он не говорит спасибо вам большое, полностью солидаризируюсь с вами, либо спасибо вам большое, не знаю, как вас зовут, и вообще, ну, вы занимаетесь культурой, а политикой занимаемся мы, да, не решайте за нас. То есть, Пашинян, в принципе, самоустранился. То есть, в этом смысле, он даже перещеголял Горбачева еще раз, при всем уважении к Пашиняну, но, вы знаете, меня что удивляет, вот Пашинян, вот он, как тот же, кстати, Горбачев, он прокрастинирует, он не принимает решения, он вот, вот знаете, вот я согласен, на Востоке должно быть балансирование, да, вот как бы равновесная политика, кстати, не только на Востоке, но Пашинян же не проводит равновесную политику, он просто оттягивает важные решения, это же разные вещи, вот Азербайджан проводит активную, проактивную, равновесную политику, а Пашинян, он как бы уходит от ответственности в принимаемых решений и хочет, чтобы это решение спустили сверху, причем, чтобы оно устраивало всех, и самое главное, что Армения вот была слабой, была жертвой, и вот как бы вот было ощущение, что Армению обижают, ну что это такое? Ну потому что Пашинян не самостоятельен в своих действиях, как не самостоятельен, эта страна, страна сама все время была форпостом в руках более сильных и влиятельных государств, и это очень удобный инструмент, раньше это была Россия, руками России, они проводили какие-то определенные свои политические цели в жизни, в частности, пытались удержать Карабах именно в том числе благодаря России, потом ситуация поменялась, теперь они ищут других хозяев, которые вот им эту функцию обеспечивают. Быть форпостом, быть страной, которая является инструментом в руках других сил, это очень удобно, потому что как бы от тебя мало чего зависит, и ты все время говоришь, ну знаете, есть сильные игроки, мы что тут, мы должны либо с этими, либо с теми, мы играем совсем в другие игры, что называется, условно будем говорить, у нас более самостоятельные линии поведения, мы сами пытаемся формировать здесь политические тренды, и кстати говоря, вот эти все недовольства со стороны мира, сильных мира сего, и как раз таки про это, они не привыкли, чтобы им показывали их место, говорили, что вот в этой географии мы хозяева, не может быть такого, чтобы ты был хозяин, ты кто, ты маленькая страна, располагающаяся вот в таком сенситивном месте, а вот если бы мы стали бы твоим хозяином, если бы мы определяли бы вектор поведения, вот тогда другая ситуация, и они пытаются влиять, а с Арменией все нормально, Армения сама стремится быть таким ведомым игроком, лишь бы вот, скажем, вот эти ведущие игроки порционно обеспечивали их вот такие интересы, для них это, знаете, пусть будет наполнена, условно говоря, миска кашей, нам и этого хватит, а дальше уже какие политические, скажем, сценарии вы здесь реализовываете, это как бы уже мы сможем вам подсобить, но так, чтобы наша миска была полной, и вот примерно такая линия поведения у Пашиняна, вы обратите внимание, что Пашинян самостоятельно на какие-то действия, на какие-то шаги никогда не шел, он и сейчас говорит о том, что мирный договор мы должны подписать где-то на других площадках, но это уже не российская площадка, а западная площадка, потому что дяди, тети, значит, спонсоры нынешнего Пашиняна там находятся, а тамошний дядя, тети с удовольствием могут ему помочь, но это же не самостоятельная линия поведения, а он, вы знаете, есть еще конспирологические теории, связанные с тем, что, в общем, здесь еще какие-то другие силы действуют, какие-то глобальные игроки, которые пытаются решать свои проблемы или выстраивать свою политику, используя Армению в качестве эдакого какого-то такого, ну, скажем, в такой крапленой карте в своей игре, вот, словно будем говорить, где-то ее держат, но это уже из серии, значит, не видел, не знаю, да, очень много таких конспирологических корей, я не очень сторонник их, честно говоря. Смотрите, Легор, я вам объясню, вот у меня, опять же, вот у меня периодически там зрители с Армении, они упрекают в заангажированности по отношению к Азербайджану, ну, действительно, я симпатии отношусь к Азербайджану, это правда, да, но просто симпатии там вот по разным причинам, но вопрос же не в этом. Я просто смотрю на отношения Азербайджана и Армении к Украине. Никола Пашнян, помнится, мне был 9 мая на параде победы в Москве. Я не видел там Ильхама Алиева, ну, вот не видел и все, президент Алиева, если бы хотел Пашнян, он бы не приехал. Это первое. Второе. Когда началась российская агрессия в Грузии, по каким причинам, мы сейчас вот это вот не трогаем, ну, вот как бы, да, вот почему так произошло, мы рассматривали комплекс причин, где был Запад неправ. Но президент Ющенко приехал в Тбилиси. Ну, вот как бы приехал, приехал, но я не видел здесь премьер-министра Пашняна в Украине. А почему премьер-министр Пашнян не приедет в Украину? Почему? А может быть, потому что он боится потерять отношения с Россией? Может быть, потому что российские ФСБшники охраняют границу Армении? А может быть, потому что в Армении действуют российские компании через юрисдикцию Армении, разумеется, которые гонят экспорт и реэкспорт из Армении обратно? Ну, понимаете, вот у меня есть какое-то чувство справедливости. Как по мне, это некрасиво по отношению к Украине. И это некрасиво с одной стороны хаить Россию, а с другой стороны говорить о том, как мы любим Украину. И не надо это оправдывать сложностью положения Армении. Не надо, у Армении нет оккупированных территорий, как у Грузии, например. просто Армения занимает такую очень странную некорректную по отношению к Украине позицию. Извините. Что могу сказать на это? Армения является действующим председателем ЕАЭС. Я думаю, что этим все сказано. Думаю, что пространного объяснения давать не следует после этого. Председатель, и, кстати говоря, Пашинян после своих Димаршев, он часто же в последнее время совершал Димаршев, вот я не поеду, я не поехал, я и это все. А на саммите в Санкт-Петербурге, саммите ЕАЭС, он туда поехал. Почему? Потому что ЕАЭС – это деньги, это наполнение бюджета, это основной рынок Армении. Так что, как вам сказать, война войной, обед по расписанию. У Пашиняна так, по крайней мере. Продолжаю свой квест по изучению Южного Кавказа. Сразу скажу, что я зову экспертов из Азербайджана, из Армении. К сожалению, не все эксперты из Армении хотят почему-то приходить на канал, давать интервью, но всегда площадка открыта, поэтому, пожалуйста, только взять интервью. Я к Армении, к Азербайджану одинаково тепло отношусь. Но просто так получается, что азербайджанские эксперты охотнее дают интервью, чем представители Армении. И вот сегодня у меня новый гость. это Таргул Исмаил, азербайджанский эксперт, а не просто эксперт, а ученый, ныне являющийся профессором университета Кахраман Мараш в Турции, заведующий отделением политологии и международных отношений. Здравствуйте, господин Исмаил. Здравствуйте, это частный университет? Нет, это государственный университет. Где находится? Это город Кахраман Мараш, это большой город, где-то в середине Турции, ближе Кадани, Кайсери, Казанте, вот такой центр. Более миллиона населения. Да, интересно, я, конечно, в этом городе не был, был несколько раз в Стамбуле, вот, может быть, когда-нибудь побываю. Ну, если хотите, пробовать вкусную еду и турецкую культуру, на самом деле, это Кахраман Мараш, Адана, Антеп, Урфа, это как раз для этого очень своеобразные места. Вы знаете, у меня есть много знакомых, коллег с университета Анадолу, если вы знаете, это крупный турецкий университет. Да, из университета Эдит университет, тоже турецкий университет, частный. У меня тоже там есть профессор, он сейчас, правда работает в университете в Никосии, так, тоже в частном университете. Так вот, в принципе, у меня по линии научной вот тоже с Турцией есть определенное взаимодействие. Но это так, лирика. А давайте с вами, господин Исмейл, обсудим, что происходит в отношениях между Азербайджаном и Арменией и в целом на Южном Кавказе. Вот если мы возьмем, давайте так, чтобы начать вот некую шкалу вот взаимодействия, интегрированности вот регионального потенциала Южного Кавказа. Вот где сейчас находится, вот на какой отметке Южный Кавказ и какие перспективы, в принципе, при определенных обстоятельствах перед ним открываются? Ну, во-первых, та проблема, которую могла создать очень серьезную конфликтную ситуацию, то есть Карабахская тематика практически завершена, остается только формальность, это подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, естественное продолжение между Арменией и Турцией, потому что это взаимосвязано. Я думаю, что Южный Кавказ отошел пока в определенном смысле от минус, не учитывая тот фактор, что курузинская тематика все-таки территориальная целостность, вопрос территориальной целостности Крузии остается пока открытым. Вот это очень тоже своеобразный проблемный вопрос, но там другая тема уже, это совсем другой конфликт, но по крайней мере коммуникационные вопросы или условия для создания новых путей сообщений, которые вот так Турция, Азербайджан и Грузия создали, они впечатляют. Ну, теперь ожидается как Армения после того, как если налажит отношения с Азербайджаном в Турцию, как она будет входить вот это, так скажем, в эти международные проекты, но в частности открытие Зангизурского дороги или Зангизурского коридора или как хотите его назовите, породка просто Зангизур, Армения Сюник называют, это историческое азербайджанское название, тюрьское название Зангизур. И вот после этого, конечно, начнется новая вещь, это новая уже дорога, новое уже экономическое отношение, тем более есть отношения Армении улучшится и с Турцией тоже, это уже новые связи экономические и так далее. Несмотря на то, что вот нет дипломатического отношения между Арменией Турцией и армянская сторона даже во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, вторая Карабахская или как это называется по-другому, хотела как бы остановить импорт из Турции, который составляет 250 миллионов долларов, как минимум. Это очень большая сумма, если учитывать, что нет непрямых, торговых связок или экономических отношений. Так что, если дороги откроются, если будут налажены все условия, я думаю, что Армения тоже будет реинтегрирована вот эти экономические процессы, которые сейчас Турция, Азербайджан и Грузия имеют между собой и с другими государствами. Есть в английском такое замечательное слово, которое я очень люблю, кросс-роуд, развилка, кросс-роуд. И есть такие замечательные строки, одна песня, I'm standing near the cross-road, I don't know which path to choose. Вот бывают такие развилки. А еще есть замечательная песня Asylum, Runway train, never going back. То есть, уходящий поезд никогда не возвращается назад. Вот сейчас уникальная ситуация сложилась на Южном Кавказе, когда можно закрыть, то есть, открыть новую страницу, потому что закрыт гештальт, Азербайджан закрыл гештальт, деоккупировав Карабах. Но есть проблемы, которые необходимо решить, это прежде всего окончательно закрыть страницу Мияцума, движение присоединения, которое началось с 1988 года, когда искусственно, не искусственно, но армяне Карабаха захотели объединиться с Арменией. Соответственно, в декларации независимости Армении это отражено, а в Конституции есть прямая ссылка на декларацию как основополагающий документ Армении. Соответственно, пока не будет изменена Конституционная основа существования Армении, невозможен договор с Азербайджаном, потому что это все равно, если бы Украина подписывала мирный договор с Россией, при том, что в Конституции России упоминание оккупированных территорий украинских. Здесь я согласен абсолютно с коллегой Фархадом Мамедовым, политологом, который сегодня в Телеграм-канале собственно об этом и писал. Соответственно, как вы считаете, есть ли сейчас потенциал у Пашиняна все-таки довести дело до конца, принять изменения в Конституции и разблокировать мирный процесс с Азербайджаном? Ну, этот потенциал есть, это раз. Во-вторых, эти возможности у него тоже есть. Как раз он высказал по этому поводу свое мнение. Я думаю, это самое разумное решение ненашнего руководства Армении, которое необходимо прислушать. Почему? Речь не идет о каком-то, скажем, вот Азербайджан выиграл, Армения проиграла, надо отомстить и так далее. Конечно, реваншисты будут всегда. И тем более извне, так называемая американская диаспора, французская диаспора, которая на этом просто зарабатывает. А страдают только мирные граждане Армянской Республики. Почему? Потому что вот это как раз авантюра, которая началась начиная с 1988 года, когда даже в Советском Союзе, когда официально Москва поддерживала Армянской Республики, но, несмотря на это, Верховный Совет, так скажем, Советского Союза не признал факт присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армении. То есть, это было даже несоответствие с Советским законом. Но, несмотря на это, потом начали переигрывать этот вопрос, исходя из того, что, типа, Нагорный Карабах должен быть независимым и как бы право на самоопределение. А на самом деле право на самоопределение уже, оно определилось как в виде Армянской Республики, Советской Республики и в виде Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской Республики. Это было принято еще в Советский период. Хотя, в Армении тогда проживало достаточно азербайджанцев, которые гораздо были больше. Например, если учитывать советские данные, статистику того периода, в Нагорном-Карабахской автономной области проживали 175 тысяч, из них только 70 процентов были этническими армянами. А вот в Армении тогда проживало гораздо более, то есть около миллиона потом постепенно она снизилась, особенно в советский период. В 47-м году Совет, то есть как это сказать, правительство Советского Союза, министерство, да, вот так, приняло решение о переселении азербайджанцев из территории Армении Кураракской равнины. Тогда очень много населения проживало. И в 1988 году около более 300 тысяч азербайджанцев и плюс 24 тысячи мусульман курдов были высланы из Армении в Азербайджан. Это тоже имеет особое значение. Я думаю, сегодня у Пашиняны есть чего избежать, из чего. Почему? Потому что Армения все-таки соседствует с Азербайджаном и с Турцией и претензии территориальной претензии этим государством это просто нереально. И я думаю, что будет просто нагнетать установку. А на самом деле я уже не буду говорить об исторических фактах, документах. Скорее всего, у вас в программах очень много говорилось. Но хочу напомнить, что создание Армянской республики на Южном Кавказе как раз это дело рук, так называть в кавычках Османской империи и плюс основателей Азербайджанской демократической республики, которые предложили армянам создать вокруг Иривана свою республику. Так что я думаю, что вот такой процесс это серьезный. Зная это, не говоря уже о таких конфликтных ситуациях, надо продолжать жить и дальше. Ведь ни Азербайджан, ни Турция не требует каких территориальных претензий к Армении. Вот это самое главное. И я думаю, что в этом вопросе надо просто научиться все-таки жить в мире. Вот это самое главное. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там, криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ну что ж, вы вспомнили верховенство советских законов. Не могу не вспомнить стату одного советского фильма, то есть еще не перефразировав, а приведя ее. В общем, резюмируя, либо Азербайджан поведет Армению в ЗАГС, либо Азербайджан поведет Армению к прокурору. Ну, будем наблюдать за тем, что будет происходить. В любом случае, дай Бог, чтобы это не была игра с нулевой суммой, дай Бог, чтобы действительно стороны достигли компромисс. Михаил, я здесь еще добавлю один факт, право на самоопределение. Кстати, европейское государство и ПАСЭ тоже приняли определенную резолюцию. Например, в 2010 году была принята резолюция в 1832, где под названием национальной суверенитет и государственная современная экономика международная права, необходимо сочинением принятой ПАСЭ, я просто буду цитировать, который последнее время наблюдается в прогресс понимания национального суверенитета и государственности, понимания критерия государственности, является одним из самых актуальных вопросов международного права и странах. Члены ПАСЭ происходят попытки представить некоторые территории как независимых Поэтому все страны должны избегать в какой бы то ни было форме признания и поддержки де-факто властей и территорий, сформированных в результате незаконного отделения. Хотя международное право признает право на смену числа на самоопределение, подчеркивается, что это право не создает условий для автоматического самоотделения. То есть в этом решении говорится, кроме того, о том, что право на самоопределение можно решить и внутри унитарного государства тоже. Чего предлагал Азербайджан и предлагает этническим обменам проживающих гражданам. То есть должны быть граждане Азербайджана, как и раньше, которые будут проживать или проживать на территории Азербайджана. Кстати, в Баку и в других городах и поселениях живут достаточно армия. Да, но, к сожалению, Парламентская Азербайджан и Света Европы, в целом Света Европы, это межправительственная организация, которая, ну, в общем и целом, давайте я говорю прямо, это набор бюрократов, который, в принципе, абсолютно бессилен. Да, но не будем даже объяснять, почему мы понимаем. То есть это решение Света Европы носит, ну, скажем, больше демонстративно-декларативный характер, да, потому что нет аппарата принуждения, да, вот-вот, потому что любая норма всегда должна иметь некую санкцию. Если санкция, она слабая, значит, никто не будет следовать норме. Ну, это и в Пасе так, и это ООН так, понимаете, все-таки это, вот, к сожалению, сегодня мы это видим, переживаем и достаточно проживаем тоже, да, вот этот вопрос, живем в этой реальности. Ну, дело в том, что в международном праве самое главное, вот, принятие резолюции, законы и так далее, государства должны добровольно, вот, скажем, соблюдать эти правила в основном. Ну, мы видим, что пока этого нет, нарушается самый главный устав даже ООН. Вот я, да, устав ООН нарушается, и самое главное, что постоянно, я вам приведу такой вот, ну, то есть пример, да, вот, некую, давайте, вот, аллегорию, да, вы наверняка изучаете, преподаете Европейский Союз, Право Европейского Союза, вы знаете, что вот в 60-е годы, когда спал этот интеграционный наплыв, да, в Европе, и начались проблемы серьезные, связанные с тем, что Дегольд сформулировал, как Союз Европейских Государств, то есть некая организация, которая должна была заместить наднациональное объединение в Европе, тогда страны, они начали принимать решения, которые нарушали порядок функционирования общего рынка внутри Европейского экономического сообщества, и тогда суд Европейского Союза принял важное решение по делу Коста и по делу Вангенлос, которое говорилось о прямом действии, во-первых, права Европейского экономического сообщества, а во-вторых, о верховенстве права Европейского экономического сообщества, то есть, к чему я говорю, очень важно, да, и не забываем, что, в принципе, это страны, которые были участниками Европейского экономического сообщества, они были с как бы дуальным отношением к международному праву и с коммуноотношением. То есть одни воспринимали международного права как норму прямого действия, а другие нуждались в ратификационных процедурах. То есть к чему это говорю? Что Европейский Союз хоть так в рамках своих отношений решил вопрос с верховенством права Европейского Союза или тогда право экономического сообщества. Что мы сейчас видим с международным правом на примере Франции? Когда Франция, фундатор ООН, когда Франция, кстати, фундатор и света Европы, и Европейского Союза, французская ассамблея принимает резолюцию, в которой призывает наложить санкции на Азербайджан и указывает на право народов на самоопределение. То есть право этнических карабахских армян самоопределиться. Я уже молчу, что есть такое государство, как Армения, поэтому не могут просто так они самоопределяться, карабахские армян. Но самое главное, что, например, Баски, то Баскам никто не дал самоопределиться. Их подавили силой, их желание делиться от Испании. Мы видели, что было в Косово, когда просто, извините, Сербию изнасиловали и отторгнули от нее Косово в нарушении нормы жена права. Что создало прецедент для Южной Осетии и Абхазии, потому что Россия тогда начала оккупаться в этих территориях и признала в одностороннем порядке их независимость. Я напомню, кстати. Так мой вопрос, извините за долгую преамбулу. Вот что в этой ситуации делать, когда сами гаранты норм международного права, они же нарушают эти нормы международного права. О какой же силе международного права можно тогда говорить? Ну, к сожалению, начиная с 1991 года, сам состав ООН и самые соглашения, которые были приняты тогда, почему? Потому что СССР все-таки был самораспущен, вот таких можно произвести. И представляла ООН только Россия. Это не совсем уже соответствовало тем стандартам, которые были. Не только Россия, а Украинская и Украина и Беларусь тоже имела. Да, должны были быть, но, к сожалению, их там не было. Оказалось только Россия. И, я думаю, Ялтинская, Почтамская и соглашение Сан-Франциско тоже отпало автоматически. И с того времени американцам и другим европейцам, англичанам и французам очень выгодно эта ситуация. И, кстати, Китая тоже. И идет сейчас процесс, вот как раз очень сильный разговор по поводу того, даже Генсек ООН тоже об этом говорил, что нужно реформировать этот процесс. Президент Турции, кстати, Раджар Тайфордоган, выступая уже на, там, скажем, ассамблее, он открыто говорил, что мир больше пяти. Это тоже призыв к тому, что нужно уже реформировать. Почему? Потому что мир уже изменился. Вторая мировая война давно закончилась, и система состоит из победителей этой войны, но реформы должны быть. К сожалению, вот этого реформирования нет, и поэтому сейчас происходит такое, что сам я почему говорю, что устав нарушается, фундамент не только устав, но фундамент ООН, который вообще не разрешает насильственно забирать территории к соседних государств, которые не допускают для этого голосового ТНО, оно, в принципе, полностью начиная с 90-х годов, мы видим, что открыто нарушается и продолжение действует. То есть после Второй мировой войны, может, не было прямых войн, но более 400 военных столкновений, которые локально вот так можем назвать, из них более 80% из-за территории. И я думаю, что он не смог никак, и не может никаким образом представить это дело. И сейчас это просто-напросто уже вторая, так скажем, уже фаза другого уровня. Мы видим то, что один из пяти, так скажем, основных, так скажем, представителей, которые имеют право на вето, это Россия, начал войну с Украиной и за территорией тоже. Вот это тоже прямое нарушение. Или смотреть по-другому, то мы видим, что пятеро же, опять же, главных, так скажем, государств, которые являются основными, которые имеют право на вето, да, основные, вот, фундаментальные государства, которые считаются, да, они самые главные торговцы с оружием, продают больше всех, входят в первую пятерку. А если вот ты продаешь оружие, оно где-то должно все-таки взорваться или будет использовано. Так что эти проблемы есть. Поэтому и Турция предлагала, что вот как раз и Турция тоже, и другие государства, что нужно реформировать и рассматривать этот вопрос уже иначе. К сожалению, в последнее время как раз мы видим катаклизм. Конечно, здесь Россия может сказать, что меня на это натолкнуло американцы, Запад. Конечно, их вина тоже есть в этом вопросе. Но еще раз повторю, что эти государства, государства, главные Советы безопасности, основные государства, они обязаны. То есть и входит их, так скажем, главная обязанность вот как раз соблюдение этого. Как бы вас не, как скажем, заставляли или провоцировали кто-то, вы все-таки должны соблюдать это право прежде всего найти на вопрос, если вас что-то утверждает, переговорным процессом. Кстати, возможности, так и у России с Украиной были. И я думаю, до сих пор есть. Ну, процесс идет. И с Арменией то же самое. Вроде Армения, это не сильные государства, не крупные государства, находятся в таком регионе, где вокруг в основном тюркские и мусульманские народы. Но видите, путем через кого-то идет на какие-то провокации. Но ведь для того, чтобы для мирного сосуществования, все-таки Армении нужно приспособиться или рассмотреть, что происходит на самом деле, и какие у него потенциальные возможности, даст ли Франция той поддержки, которая исходит из своего парламента. На самом деле, это решение нарушает и баланс в нашем регионе, это раз. Во-вторых, нарушает, так скажем, стабильность в регионе. И самое главное, например, в Азербайджане разжигает, опять же, хотя-не хотя, антиармянское настроение усиливает. И, якобы, являясь союзниками с Арменией, на самом деле, опять же, поджигает конфликтную ситуацию внутри самой Армении. Поэтому вот такие решения надо внимательно рассмотреть, эмоционально не надо смотреть. Принятое решение, оно не имеет под собой, и не исходит из международного права, чисто субъективный поход, и двойной стандарт французов, которые до сих пор никак не могут понять, что такое, по-моему, международное право. Господин Смейл, я в завершении вот вас о чём спрошу. 20 января все вспоминали, собственно, события 34-летней давности, когда светские войска вошли в Баку. Это трагедия, потому что погибли люди, и вообще это трагедия, потому что, ну, по сути, ну, была задета где-то и национальная гордость, да, и мы знаем, что советская власть, разжигая конфликт между Арменией и армянами-азербайджанцами, при этом в силу разных причин, отдельных людей, личностей, скажем, явно-явно подыгрывала Армении против Азербайджана. Но у меня вот какой будет к вам вопрос. Я наблюдаю очень пристально за текстами, которые сходят от азербайджанских экспертов, и я понимаю, что есть некий вот как бы нарратив в целом государственных тех событий. И подчеркивается, что это были советские войска, что это был вход советских войск по ВВА. Вот нигде не говорится о том, что это были российские войска. Более того, мы все знаем, что Азербайджан в начале 90-х проиграл не Армении, а проиграл Союзу России и Армении, потому что сама Армения ничего не смогла бы сделать. Это понятно. Но при этом Азербайджан все равно старается тему России не педалировать и не портить отношения с Россией. Почему я, собственно, об этом говорю? Потому что в Украине сразу как бы с 90-х годов особенно с приходом Ющенко складывался нарратив, где отождествлялась советская власть и российская власть и как бы Россию обвиняли сразу во всех смертных грехах, во всех преступлениях и так далее. И второе, сам как бы нарратив, он был направлен на то, чтобы показать, что на протяжении 70 лет это была кабыла, это была насильственная оккупация Украины со стороны советской власти. Хотя опять же можно по-разному оценивать, в том числе и с учетом того, что в рамках этих 70 лет была создана советская, но тем не менее со своими границами, сильное государство, которое потом как бы вылетело из Советского Союза. Вот не считаете ли вы, что все-таки как бы преломляя через опыт Азербайджаном, вот здесь случилось то, что мы с вашим коллегой тестовали как self-fulfilling prophecy, то есть то, когда ты о чем-то думаешь, оно происходит. То есть Украина так долго говорила о России, как государстве, которое готовится напасть с агрессией и так далее, что по сути дела оно так и случилось, что Россия действительно агресса, Россия напала на Украину, Россия оккупировала территорию, пошло-поехало, и десятки тысяч убитых теперь в наших отношениях. Вот как вы считаете, не стало ли это, опять же, у России там свои проблемы, мы это сейчас не трогаем, но не стало ли одной из причин всего того, что произошло неправильное конструирование вот этого национального нарратива внутри Украины, вот как вы считаете, имея опыт Азербайджана перед глазами? Ну, дело в том, что, конечно, здесь вся проблема один из проблем в этом заключается, вторая проблема, я как долго время с украинцами как раз разговаривал по этому поводу, но украинцы себя видели только исключительно европейцами, никакого евразийского подхода тоже не было, вторая ошибка, третья ошибка, все-таки надо было действовать балансированно, почему? Потому что то, что предлагал Европейский Союз, я когда предлагал где-то в 2011 году выступая на крымско-татарском телевидении тоже одновременно, я там своим коллегам говорил, что Украина все-таки должна видеть опыт Турции в этом вопросе, мы стоим более полувека у дверей ЕС, но они нас не принимают, почему? Потому что мы для них все-таки чужие и как бы буферная зона, то же самое произойдет с Украиной, то есть они будут предлагать Украине что-то, но взамен ничего не могут дать, только в отличие от Украины у Турции все-таки являлась членом НАТО, стала членом НАТО против опять посягательств Сталина на территории Турции, вы знаете, это в Советском Союзе, после смерти конечно чуть улучшилось отношение с Советским Союзом, но все равно, вот не получив определенной там, скажем, поддержки, так скажем, по безопасности, да, или обеспечения своей территориальной безопасности, все-таки Украина увлеклась обещаниями ЕС тоже больше, так что вот эти все есть комплексно взять, я здесь не говорю, что там Россия виновата, это совсем другая тематизация, я уже коснулся этого, что кто бы тебя не спровоцировал, все-таки большое государство должно действовать опытно, тем более вся эта территория так или иначе каким-то образом связана и балансирована относится к России тоже, почему? Потому что ближе Россия все-таки долгое время вместе жили там подобное, несмотря на то, что все-таки смотрели Москве иначе, как я сам учился в Москве, окончил МГУ, ИСТВАК, много друзей русских, но от Советского Союза пострадали русские тоже, немало их было от этого режима, поэтому это тоже надо помнить. Вот, кстати, опыт Азербайджана в этом вопросе, я думаю, что очень серьезный, кстати, Азербайджан очень балансировано подошел, например, вот политики ЕС, так скажем, ассоциированные членства, да, Азербайджан дистанционно держался от ЕС, но там были внутренние причины, но в основном все-таки российская тематика, несмотря на то, что Турция тоже как бы являлась союзником Азербайджана, Азербайджан все-таки балансирована. А вот Украина, Грузия и Молдова, они открыто все-таки пошли на это, не учитывая российский фактор. Кстати, ЕС тоже не учел российский фактор, как может действовать в Москве в этом вопросе. Так что, это очень серьезная, как скажем, международная такая политика, ну, может, кто-то может меня критиковать, кто-то нет, конечно, это очень субъективное может быть мнение, но я считаю, что вот все-таки Украине нужно было вести балансированную политику. Почему? Потому что в Украине долгое время, ну, не было такого, например, то же самое соглашение по тому, чтобы атомное оружие передали России, якобы должны быть защищены гарантии территориальной ценности, от что Англии есть, но на самом деле это решение из России тоже было, но они никак не были приняты парламентами и так далее всех стран практически, да, стояло просто в воздухе. И другие моменты тоже, например, и очень много проблем, это будет очень длинное обсуждение, то есть кто-то может высказать «да», и так далее, но я думаю, что здесь все-таки, например, опыт Азербайджана имеет особое место, Азербайджан все-таки действовал очень сбалансированно, аккуратно и внимательно. Я думаю, что в этом вопросе Украине тоже нужно было тогда, уже поздно, конечно, сейчас надо защищать территориальную целость, найти выходы из сложившейся ситуации, поддержка любых государств, даже Турции тоже. Вот, кстати, я часто вижу в России и украинской прессе очень интересную ситуацию, когда просто Турция критикует из того и сего, как будто Турция в этом вопросе, вот кавычках, ты обязана чем-то и Украине или нарушать какие-то договоренности с Украиной, ведь на самом деле этих договоренностей тоже не было, понимаете, вот, например, соглашение о свободной торговой зоне или стратегическое соглашение все вошли в Калию только после того, как Россия захватила Крым, присоединила в Калию. понимаете, вот опаздывание вот таких решений, серьезных решений, они, конечно, негативно сказываются, но в целом я еще раз говорю, что надо все-таки соблюдать международное право каким-то тем странам, которые приняли это на себя, обязательства по этому поводу, но, кроме того, если это мы не будем соблюдать, все-таки в мире будет существовать большой хаос и просто никому не удастся это остановить. Не сегодня, а то завтра будут большие проблемы, очень серьезные. Скажите, а в какие годы вы учились в МГУ? Мне просто интересно. 82-87 год. Кстати, когда в 90-м году советские войска вошли и были внутри Баку, вошли, эти были в основном добровольцы использованы. Кстати, один из моих преподавателей, военных преподавателей, полковник, но я не буду называть фамилию, он тоже участвовал в операции и спрашивал у меня, что ты делаешь. Кстати, я тогда был вторым секретарем райкома Комсомола на Семеновском по идеологическому опросу. Я потом подал в отставку в политическом смысле с заявлением ушел от этого. Почему? Потому что нас тоже не предупредили. И, например, в Октябрьском районе тогда так назывался Комсомольский актив, руководство райкома Комсомола всех под пулей автоматов на бетонном полу держали до утра, понимаете, и стреляли по всем. А чрезвычайное положение было объявлено через 6 часов утра. То есть это ну, как скажем, заранее задуманный и решенный вопрос для истребления. Почему? Потому что, например, мои родители встречались тогда с руководством Советского Союза, где Примаков тоже участвовал. Они обещали, что в Баку какие-то войска, что никто не будет везти. Вот так обманули наших жителей. А все верили в основном населении. Я лично не верил, так скажем, а все основное население верило, кто-то гвоздиками пулеметов или танковые стволы ставил, что типа никто не трогал. А через день уже, например, я лично видел, как женщина с своими детьми, молодая жена, встала перед танками. Уже так и весь народ практически, миллионы людей вышли протестуя против вот такого решения Москвы. Я почему задаю вам этот вопрос? Потому что вы когда сказали, что вы учились на Сфаке МГУ, мне сразу всплыло два фамилии. Это Михаила Абрамовича Барга, известного историка. Может быть, вам приходилось знакомиться либо с ним, либо с его работами. И второй, это Владимир Согрин, серьезный такой специалист в области истории Соединенных Штатов Америки. Может быть, как раз вам приходилось, потому что это как раз серьезные такие... У меня серьезный профессор был Василий Валерий Анатолий Васильевич, мой был научным проводителем по исторической географии. И Иван Дмитриевич Кавал чемпион, он был количественными методами занимался, он тоже очень серьезный академий, очень ученый серьезный. То есть и другие были преподаватели, но в основном друзья тоже есть сейчас очень хорошие ученые, такая нормальная интеллигенция, разумная, по крайней мере, дружим продолжается дружба. Но дело в том, что как бы там ни было, но все равно чувство или понятие справедливости это совсем другое. Дружба есть дружба, но все-таки надо учесть и тот фактор, что все народы, как мы уже говорили, имеют право на самопределение, но каких условий и каким образом. Не воюя между собой, а находя общий язык, общий тело. господин Смейл, я вам очень благодарен за это интервью, очень выдержанное, интеллигентное, очень вам благодарен за такой формат интервью, надеюсь, что в будущем мы с вами будем записывать интервью, и они будут интересны и любознательны для наших зрителей. Спасибо большое, господин Смейл, и до новых встреч. Пожалуйста, зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте канал, и до новых встреч. Спасибо большое, господин Смейл. Спасибо вам тоже, я тоже благодарю, и желаю вам больших успехов, но что делать, все-таки ученые есть ученые, мы за мир всегда, хотя каждый из нас является патриотом своей стороны, я думаю, что не только своей стороны, я всегда за право, за то, чтобы был порядок все-таки между нами, мы все люди жили нормально в человеческих условиях, по крайней мере. Слушай, Рамы, у нас есть несколько тем, которые накопились, давайте начнем с конца, а именно с резолюции, которую принял французский парламент, обратившись к Европейскому Союзу, Европейскому парламенту, с предложения ввести санкции против Азербайджана, значит, за якобы нарушение прав человека, которое имело место в отношении карабахским армянам, при этом добавив, что карабахские армяне имеют право на самоопределение как народ, хотя известно, что существует государство Армения, поэтому, кто хочет, может уехать жить в Армению, и второе, есть прецедент Каталонии, где каталонцам дали понятие силы оружия, что вообще никакой независимости говорить не приходится. Как вы оцениваете произошедшее? Не кажется ли вам, что Франция и французский парламент вбивают клин в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном? Ничего подобного. До Нового года мы с вами разговаривали, вы мне спросили, будут ли санкции против Азербайджана? Я сказал, да, будут санкции. Эти санкции будут углубляться. Значит, мы говорим не как вы и я думали, мы говорим как другие думают, как думают европейские страны по отношению к Азербайджану и действия Азербайджана. Ваша оценка о том, что есть Армения, это все старостепенно. Речь идет о республике Нагорный Карабах и о республике Азербайджан. И речь идет о взаимоотношении об этих двух субъектов, которые одна из них была признана, вторая не признана. И французская сторона как самая демократичная страна Европе и которая является основоположником американской демократии с подарком, который стоит в Нью-Йорке или Вашингтон стоит «Свобода Америки» вот этот памятник скульптура. Они поддерживают, да, они французы совершенно правильно оценивали ситуацию и поддерживают независимость Нагорного Карабаха и право жителей Нагорного Карабаха возвращаться и жить как суверенная страна. Это очень премлемо, это очень нормально. Ну, вы понимаете, что никакой республики Нагорный Карабаха, никакого Арцаха не существует, мы же это сами понимаем. Давайте не дискутировать по этому вопросу. Ваша задача обсуждать вопрос Франции, мы это обсуждаем. У вас есть ваше мнение, у меня свое мнение по Нагорному Карабаху, и наша тема не является обсуждением того, что было, а мы предложили обсуждать тему Франции. Давайте вернемся к Хорошо, если, хорошо, сегодня, вы знаете, было принято решение, был указ президента Украины о так называемых исторических землях, на которых всегда жили украинцы, исторические земля, которые находятся на территории России. И сейчас будет серьезно изучаться вопрос, связанный, как минимум, с статусом украинцев, проживающих там, каким образом российское государство к ним относится, какие у них вообще есть права, ну и в общем и целом это определенная претензия встречная Украина к территориальному суверенитету России. Естественно, экстраполируя на происходящую ситуацию между Азербайджаном и Арменией, это, кстати, пример, не хочу косплеить, это пример нашего уважаемого коллеги Фархада Мамедова. Экстраполируя это на Азербайджан армянский конфликт, не кажется ли вам, что за претензиями к Карабаху, например, могут последовать претензии на так называемый Западный Азербайджан, который является суверенное государство Армения. Как вы считаете? Я считаю, что ваши формулировки неправильные и сублимации тоже, поскольку мы говорим о государстве Азербайджан и хотите, чтобы мы через призму государства Азербайджан обсуждали вопросы взаимоотношений Украины и России. Нет, почему? Во-первых, я не хочу, чтобы мы обсуждали вопрос Украины и России. Мы сейчас обсуждаем вопрос Азербайджана и Армении на кону подписания мирного договора. Декларация независимости Армении... Смотрите, еще раз говорю, когда мы первые два года тому назад встречались с Фархатом, я сказал, мирного договора не будет. Нет припосылок для мирного договора. Чтобы подписать договор, стороны должны соглашаться. Ну, после 2020 года уже четвертый год. Есть соглашение? Нет. Почему? Потому что есть глубокое расхождение, понимание и решение проблемы. Если Азербайджан хотел бы урегулировать эту проблему, они бы урегулировали. А путем использования силы выгнать, уничтожать армию Нагорного Карабаха и потом после этого подписать мирный договор, конечно, не получится. Другой вопрос, что стороны сейчас показывают, якобы они готовы к обсуждению, но до мая месяца ничего не будет, после мая месяца может быть какое передвижение будет и только к концу 2024 года может быть будут реальные предпосылки для подписания договора. Это по договору. Теперь по вопросу, почему Франция приняла эту резолюцию. Во-первых, я это не приветствую в таком ключе. Почему? Потому что два года тому назад Франция опять же в этом парламенте подняли вопрос о признании республики Арцах или Нагорного Карабаха. Теперь принимает другое решение, где нет упоминания о Нагорного Карабаха, о республике, а только говорится о том, что армяне имеют право возвращаться. Это любой ишак знает, что армяне должны возвращаться туда. Поэтому для этого нет необходимости, что парламент Франции принял такую резолюцию или европейская какая-то структура. И следующая встреча не вопрос. С какого хрена Франция должна защищать границы и границы республики Бевшего Советского Союза? С какого хрена? Это же Советские Республики. Если они упразднили Советский Союз, значит, они должны упразднить всю систему и границы тоже. С какого хрена они защищают сталинские границы? Это задача России, а не Франции. Если Франция хочет помогать, у Франции есть такое желание помогать армянскому народу, пусть поднимет геликийский вопрос, что они продали армянские земли Турции в 20-м году. Поэтому эти реферансы мне вообще-то неинтересны, как думает Франция. Во-вторых, если мы говорим о том, что между Арменией и Азербайджаном есть проблемы, да, эти проблемы не возникли сегодня и не возникли вчера. Есть республика Азербайджан 1918 года, Грузия 1918 и Армения 1918 года. Из этих трех республик, Азербайджан и Грузия, считают правоперемником первой республики, а Армения правоперемником советской Армении. То есть правовая база не соответствует тем требованиям для подписания мирного договора. Значит, Армения тоже должна возвращаться первой республику и тогда статус кво имеют три республики, пусть поднимет архивные документы, пусть обратятся в международный суд или любой другой суд или арбитражный суд Британии и пусть решат границы этих республик. Это очень элементарно. Если Запад заинтересован в этом, в Северский договор подписали Франции. Кому лапши вешают на уши? Вот вы говорите о том, что стороны должны вернуться к статусу КВО на момент 1918 года. Насколько я помню, Зангизурская область, которая на ней относится к Армении, она принадлежала в тот момент Азербайджану. То есть, правильно я понимаю, что вы, в принципе, не против, если эти территории отойдут от Азербайджана? Вы неправильно понимаете. Открывайте карты царской России, посмотрите территорию. Для этого надо поднять царские карты и посмотреть. Ну, вы знаете, те карты, которые я смотрел, вот как раз на тех картах Зангизурской области она относилась к Азербайджану. Может быть, у нас с вами разные карты, но те карты, которые я открывал, там в Зангизурской области как раз относятся к Азербайджану. Давайте нам с вами держать пари на один литр самогона и килограмм салы и поднимем карты царской России и посмотрим, кому относится Зангизур. Вы знаете, я самогон не пью, а сало не ем, но вам безусловно с удовольствием передам килограмм сала и литр сала. Вижу украинец. Подождите, правильно я понимаю, что вас сыграет российская великодержавность, вы же гражданин России и вы ассоциируете Украину с самогоном и салом? Нет, почему? Я ГОПАКом тоже ассоциирую. Ну, хорошо, но я же не ассоциирую, например, Германию со Шницелем. Но я считаю, что нельзя сводить немецкую культуру к Шницелю, а вы сводите украинскую культуру к самогонной сало. Вы хотите сало очень люблю. но это же стереотипное мышление, когда вы говорите про сало и самогон. То есть, это первое, о чем вы вспоминаете ГОПА, когда вы говорите, да. То есть, вы оскорбляете Украину, я просто не понимаю. Нет, нет, когда вы говорите, допустим, приезжаете в Армению, первым делом говорят хоробат или шашлык. Это же не оскорбление. Не знаю, мне кажется, не знаю. Если вы... Ну, ладно, давайте выйдем из этой темы. Нет, но просто вы как армянин, вот знаете, я знаю, у меня очень много знакомых, друзей армян, они, когда мы говорим про Армению, они все приводят. Тогда борщ давайте, на килограмм борща. Хорошо, давайте вернемся к нашей теме. Вот смотрите, опять же, Арам, возвращаясь к ситуации, которая сейчас сложилась, вы знаете, что есть проблема вокруг Зангизурского коридора. Соответственно, во-первых, Армении не нравится слово коридор. Куда бы взяли термин Зангизурский коридор? Его не существует. Это тот термин, который вызывает аллергию в Армении. Вот есть... Не-не-не-не-не-не, я говорю, может, я не знаю, откуда вы взяли, укажите документы. Подождите, я не ссылаюсь на документы. я просто... На что вы... Я ссылаюсь... На что вы... Послушайте, я... Послушайте, у нас сейчас с вами не... у нас сейчас с вами не лингвистический клуб, а тем более не легалистский клуб, где мы будем перед друг другом размахивать документами. Вы понимаете, о чем идет речь? Зангизурский коридор, Зангизурская дорога. Вот я вам просто задаю вопрос. Почему Армения не хочет идти на уступку Азербайджану по свободному прохождению без контроля, скажем, и без досмотра со стороны армянских пограничников, граждан Армении, товаров, машин и так далее, которые идут на Хичуанскую область? Это первое. Второе. До каких пор сотрудники ФСБ России и пограничные службы, относящиеся к ФСБ, будут охранять границы Армении? До тех пор, пока Шанель номер пять не перестанет легитимизировать границы Иосифа Виссарионовича Сталина... Шанель номер пять это духи? Это Франция. Шанель номер пять пока не будет легитимизировать границы Иосифа Виссарионовича Сталина и Владимира Ильича Ленина, до тех пор российские войска будут стоять на границе Армении с Ираном, Армении с Турцией и с Армени с Азербайджаном. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой поддерживать YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Слушайте, у вас сразу видно, что вы очень разностранен человек. Когда вы говорите про Украину, вы говорите про самогон и про сало. Когда вы говорите про Францию, вы говорите про Шинель номер 5. У вас, я смотрю, очень разностраненные интересы. Ну, это же марка. По жизни. Ну, во Франции, я так думаю, вы знаете, на Стефелева башня, есть Лувр. Ну, есть много чего во Франции. Почему вы все относите к еде и запаху? А запах. У человека есть органы чувства. Самое главное это запах, да, когда глаза закрыты или уши. Ну, Рам, вы же приезжая во Францию, вы же не нюхаете Францию, вы смотрите Францию, я думаю. Было бы странно, если бы вы закрыли глаза и обнюхивали Францию. В любом случае это матка. В любом случае это хорошее. Хорошо, хорошо, вот вы мне скажите все-таки, что будет дальше в регионе Южного Кавказа? Потому что я слышал такую версию о том, что разные диаспоры армянские не заинтересованы в примирении между Арменией и Азербайджаном. Кстати, как я понимаю, вы тоже относитесь к армянской диаспоре, разживете в Германии. Это неправильно. Неправильный вывод. Все армяне хотят, чтобы Азербайджан признал Нагорный Карабах, подписали мирный договор с Нагорным Карабахом и жили мирно и дружно. То есть, Азербайджан, победив войне, докупировав свою территорию, признал Нагорно-Карабахскую республику? Ну, мало ли, что мы говорим о как восстановить справедливость, восстановить мир и восстановить дружбу. Если мы говорим об этом, если мы говорим из позиции, кто кого победил, ну, сегодня, это рынок, сегодня победили азербайджанцы, через 10 лет победят армяне. Опять же не будет мира. Мы говорим о мире. Мир – это значит сосуществование, моду свивенди. Мода свивенди, согласен. Каждый живет своим уставом, каждый живет своими культурными ценностями, не мешая другому. Пусть создают федеральный Азербайджан и пусть живут там. Какая проблема? А при чем тут территориальное устройство Азербайджана к вам, в частности? Я просто не всем понимаю, если мы говорим про… Я заинтересованное лицо, что на нашем регионе в конце концов восторжествовало справедливость, и чтобы молодое поколение не гибло. Следующее молодое поколение тоже не гибло. Хорошо. Вы прекрасно знаете, что есть у нас ряд конфликтов на постсоветском пространстве, есть конфликт Приднестровья, то есть если экстраполировать, например, то, о чем вы говорите, значит, тогда Молдова должна признать Приднестровья. Правильно я вас понимаю? Ну, пусть признают, создают федерацию в живую. В чем проблема? В чем проблема? Вот это я не понимаю. Есть раздробление, то есть разделение уже есть. Мы должны думать об объединении. Как объединять? Очень просто. Очень просто объединять, я вам скажу. Убить в 2014 году арестовала группу боевиков, которые пришли с России на территорию Донецка и Луганска, если бы она их арестовала, связала, уничтожила, то тогда не было никаких ордлов, и не было никакого сепаратистского движения в Донецке и Луганске, потому что для этого просто достаточно разобраться с какой-то шайкой людей, инфильтрированных со стороны России. То же самое касается Карабаха. Проблем никаких нет у армян в Карабахах. Пожалуйста, возвращайтесь, живите в прекрасной республике Азербайджан, получайте паспорт, но как граждане Азербайджана в Азербайджане. И, кстати, там будет, как я понимаю, несовершенно-территориальная реформа, и, как я понимаю, не существует такого Карабаха, как регион, а существуют отдельные городки и так далее. Каждый раз, когда мы разговариваем, я ваше мнение знаю, и вы знаете мое мнение. Теперь мы, когда встречаемся, мы должны говорить о том, как найти высоту. А как найти выход? Очень просто. Пусть Азербайджан станет федеральной страной. Если Германия федеральная страна, если Великобритания почти федеральная страна, если рядом есть, если мы говорим о европейских, если мы говорим о европейских ценностях, ну пусть превратится в федеральную страну и пусть живет. В чем проблема? Если Россия федеральная страна, плохая, но федеральная страна, если там есть только 80 субъектов федерации, ну пусть Азербайджан будет из трех. Была Нагорно-Карабахская автономная область, Нахачеванская автономная республика и Азербайджан. Пусть восстанавливают, пусть создают федерацию, пусть живут. Ну вы понимаете, что никто так не сделал, просто потому что есть уже пример, как Карабах в 88-м году, ну фактически начало сепаратистское движение в сторону отделения от Азербайджана в Азербайджан. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Я, кстати, ровесник этого решения, мне 35 лет. Не-не, мне просто интересно, Вот я вам говорю, мне 35 лет, я 88-го года рождения, да. Да-да-да, смотрите. Будет 36. Да-да, смотрите, те события, которые происходили, это 88-й, начиная с 87-го года уже, не 88-й, 87-й. Мне было 28 лет. Было землетрясение в Ленина-Кане, Германии, и Горбачёв прилетел туда, и народ поднял вопрос в 88-м году уже, а в 87-м году уже начали вот эти ростки по вопросу Нагорного Карабаха. С 88-го года по желанию спецслужб Советского Союза, по желанию, тогда без вмешательства властей, структур, невозможно было движение по какому-либо направлению. И они создали вот это движение. Вы понимаете? Тут, ну, создали это движение, и вот то, что случилось, то и случилось. Теперь вы говорите, армяне хотели, ну, было Нагорно-Карабахская автономная область. Ну, заставили людей поднять этот вопрос и попросить, чтобы они присоединились к Армении. Если бы это было движение инициированное с армянской стороны, они вторую часть тоже выполнены. То есть, они объявили о присоединении, но не выполнены. Понимаете? Это элементарно. Когда ты что-то делаешь и оставляешь, значит, тебе не дают, значит, ты не инициатор этого движения, а ты только выполняешь какие-то поручения. Ну, это все понятно. Понятно. Но Армения, это же плюс для Армении. То есть, Армения не обременена, ну, скажем так, вот этим багажом. То есть, можно сказать, что ей пытались навязать Карабах, и Армения, в принципе, до последнего сопротивлялась, хотя на законодательном уровне, в общем и целом, процесс объединения тогда был начат. Но если он не был завершен, если, по сути, существовала вот эта вот непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая сейчас была упразднена после успешной войны Азербайджана и до оккупации своих территорий. Может быть, тогда стоит просто перевернуть страницу и, ну, сосредоточиться действительно на возможности для карабахских армян на территории Карабаха. И все. Потому что я просто, извините, одну фразу вам скажу, просто, когда просто навязывать Азербайджану как государству победителю, как Азербайджан должен развивать собственную инвестиционную территориальную реформу и как он должен относиться собственно к карабахским армянам. Мне кажется, это очень странно, учитывая то, что Армения могла об этом говорить 20 лет назад, 15 лет назад, но сейчас, после прогроша в этой войне, ну, бессмысленно, да, есть такое латинское выражение, да, но просто необходимо приставить на милость победителю. Смотрите, у Армении древнейшая история. Мы, армянский народ, я имею право сказать, мы, да, мы воевали с Византийской империей, мы воевали с Османской империей, мы воевали с Персидской империей, мы воевали с Ассирийской империей, мы воевали с Советским Советским тоже. Значит, проигрыш в одной войне это ничего для нас не значит, как народ. Османские империи в 1915 году они вырезали полторы миллиона армян. Мало ли это? Я это даже не говорю. Просто говорю, принято считать полторы миллиона. До сих пор Турция, до сих пор Турция, когда поднимают такие острые вопросы, Турция смотрит на сторону Армении. И даже в 2009 году все влиятельные руководители стран Швейцарии, в Лозане, Цюрихе, стояли и просили министру Армении подписать этот договор. Он 20 минут не выходил на подпись. Все стояли. Лавроп там, Клинтон стоял. В общем, и до сих пор... Но Клинтон вряд ли стоял, потому что... Нет, не Клинтон. К 2009 году, да, Клинтон уже... Нет, нет, дамочка. Жена, жена Клинтона. А, Хиллари Клинтон, вы имеете в виду. Хиллари Клинтон. Ну, не дамочка, а государственный секретарь. Да, да, да. Ну, женщина в любом случае. Дама. До сих пор армяно-турецкие взаимоотношения не разрешены и не будут решаться, пока Турция не вернет обратно западную армию. Или не решит положительно, чтобы армяне возвращались в западную армию. Или то, или другое. Вопрос не решится. Решится, да, вопрос через 200 лет, возможно. 300 лет, да. У нас есть терпение ждать. Мы ждали 500 лет, у нас не было государства. Когда последний Киликийский царь скончался в Париже, это 1440 год, приблизительно, 49-й, по-моему, год. И с этого момента у нас нет царства. До момента восстановления республики. Где-то 500 лет. Мы ждали. Все народы, которые не имели возможности иметь государство, они терялись в истории, уходили. То есть, правильно я понимаю, просто, чтобы резюмировать, вот мирный план и мирный мир возможен при двух условиях. Это если на карту возвращается Нагорно-Карабахская республика как самостоятельный субъект международного права, либо как отдельный субъект в рамках Азербайджанской федерации, с одной стороны. А с другой стороны, Турция отдает часть своей страны Армении. То есть, попросту, то, что вы называете Западной Арменией. Правильно я понимаю, что это два условия, по вашим словам, мира в регионе. Да, совершенно верно. Но только по Нагорному Карабаху есть условия определенные. Нагорный Карабах может быть федеральной страной в составе Азербайджана или Азербайджан из нескольких субъектов. Скажите, пожалуйста, это другая тема. Скажите, пожалуйста, ну, опять же, мы же гипотетически рассуждаем, потому что господин Пашинян придерживается другой точки зрения, в частности, хочет инициировать конституционный процесс и все-таки договориться с Азербайджаном. Мы гипотетически рассуждаем. Не кажется ли вам, что подобный сценарий, который я описал, исходя из ваших слов, с которым вы согласились, может привести к тому, что победят, ну, скажем так, такие силы в Азербайджане националистически настроенные и, например, захотят прекрасный город Ереван, который, ну, я с симпатией отношусь, сделать, например, областью Азербайджана. Если Армения не признает границы Азербайджана, значит, Азербайджан может не признавать границы Армении, ну, по логике, я этого очень не хочу, но я как раз за это переживаю, просто если исходить из этой логики, вы предлагаете не признавать границы Азербайджана, пока он не пойдет на признание Нагорного Карабаха, значит, Азербайджан может встать и засталаговать, окей, вы не признаете нашу границу, мы вас тоже не признаем, идем объединяться с Турцией. Объединяться с Турцией, то есть взять, присоединить к себе Армению, на правовых вопросах, которые не решены. Некоторые политики говорят, что международное право не функционирует, на примере Армении и Азербайджан могут утвердить обратное, железное международное право функционирует, потому что якобы победившийся Азербайджан не имеет возможности капитализировать свою победу, не разрешают крупные игроки, не разрешают Азербайджану капитализировать, и они считают, что Азербайджан выиграл, но это несправедливая война, это несправедливая война. Поэтому. Смотрите, на территории Карабаха, все-таки там же жили и армяне-азербайджанцы, я думаю, с этим согласитесь, причем в разных пропорциях, но вот в Ханкинде была одна пропорция, в Агадаме другая, в других городах третья пропорция была, то есть я к чему говорю, что, скажем, всегда два народа на этих территориях они жили вместе, и ладились друг с другом, женились, разводились, создавали семьи, друзья, дети, ну, все же было прекрасно, но почему вы не считаете, что, в принципе, сейчас, когда вернутся карабахские армяне обратно, точно так же не будет смешанных браков, люди не будут жить вместе, и прочее, прочее, по-моему, наоборот, без разницы, в каком статусе находятся, ну, то есть, карабахские армяне, армяне, если они граждане Азербайджана, значит, тогда все замечательно, все, все восстановлено, как бы, все идет на круги своя. Я извиняюсь, Садуян, я сейчас в эфире, потом поговорим, хорошо? Давай, пока. Я переживал, а подумал, что вам звонили как раз из Карабаха. Нет, это партнер по работе. Смотрите, лично я, у меня нет никаких особых таких, кавычках, противостояния с азербайджанским народом. Много друзей азербайджанцев, с кем я общаюсь. Когда я говорю много, это, не знаю, тысячи, но много, потому что есть конфликты, у меня есть человек 10, вот так константно величины человек 10, с ним я общаюсь, это азербайджанцы. И мы общаемся каждый день, если возникает необходимость. Армяне женились, разводились, жили, по соседству строили дома, это все нормально. Речь идет о государственных взаимоотношениях, когда государство в своих тезисах решило, что там не должны жить армяне. Они решили так. Кто? Поэтому руководство современного Азербайджана... А как, как вы, простите, это определили, если никто не выгонял карабахских армян? Значит, есть факты, факты говорят о том, что армяне там не живут. Если 120 тысяч человек или 100 тысяч... А почему 120? Извините, пожалуйста, но министр правительства Армении сказал о 50 тысячах. Откуда взяли 120 тысяч? 50 тысяч получили временное убежище в Армении. Где еще 70 тысяч? Люди, значит, половина не захотели принимать те условия, которые Армения выдвинула. Армения выдвигает следующее. Откажитесь от старых паспортов, принимайте новые паспорта, меняется кодировка, по этой кодировке они не являются уже жителями Нагорного Карабаха, а становятся жителями, допустим, Арабского района какого-то или там какого-то населенного... То есть карабанские армяне не хотят быть гражданами Армении? Конечно, не хотят, а зачем? Ну, значит, они хотят быть гражданами Азербайджана, тогда о чем вопрос? Они имеют полное право стать лицом безгражданства. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же сам револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Ну, вы понимаете, что лица без гражданства, это, по сути, лица, не имеющие элементарных прав пересекать границу? Это неважно, значит, в 1915 году 350 тысяч армян получили нансенские паспорта, это были лица без гражданства и устроили свою жизнь в Европе и США, имея в руках такой паспорт. А зачем людей обрекать на такие страдания, если они могут быть гражданами Азербайджана и получать удовольствие? Это не страдания, каждый человек сам выбирает, стать гражданином этой страны или нет. Я не хочу стать гражданином Германии. Я живу в этой стране, я не хочу стать гражданином этой страны. Другие все рвут, чтобы стать гражданином Германии. Я не хочу, мне это не надо. Я приличный человек, прилично соблюдаю законы Германии, прилично работал, платил все налоги и мне нет необходимости получать гражданство Германии. Ну, это вы, например, жители Карабаха, ну, они же не могут, просто извините, да, у вас же есть все-таки паспорт российский, как я понимаю, да, а вы предлагаете, чтобы... Я ничего не предлагаю карабахским армянам, я просто по факту общаюсь, они сами заявляют, что не хотят, это их мнение. А вы знаете, ну, вы же не со всеми общаетесь, вы общаетесь с элитой, с верхушкой, которая всегда в более привилегированном положении, я же тоже смотрю ваш канал, вы берете интервью, по сути, ну, или брали интервью у лидеров, скажем, арцахского движения, то есть у людей, которые, собственно, возглавляли всю ту историю, которая была на протяжении 30 лет, естественно, что им выгодно быть лучше первым парнем быть на деревне, чем последним в городе, да, лучше первым парнем быть в Карабахе, чем последним в Ереване. Ну, в этом плане я с вами согласен, но я взял, ну, это был зум-разговор, участвовали из США, из Армении, из Европы, из России, из Грузии, армяне, и у меня к ним был вопрос, я задавал им вопрос и ожидал, что они ответят на мои вопросы, но я так и не получил ответа, что мы должны делать в сперке, чтобы поддержать этих армян, чтобы они жили, работали там на горном Карабахе, и так и я не получил. Это вы с кем говорили, с лидерами вот этого движения? Ну, лидерами... Слушайте, а может быть, этим лидером этого движения в, ну, вот этой Нагорно-Карабахской непризнанной республике, ну, условной, да, которую считают, скажем, сепаратистская, террористическая организация в Азербайджане, не знаю, может быть, им плевать на обычных карабахских армян, они думают только о себе, просто, грубо говоря, о своем статусе, о деньгах, о возможностях. Ну, смотрите, руководители, первые лица Нагорного Карабаха, они сидят в тюрьме Баку. Это первые лица, это создатели этой республики, и самые главные лица находятся в заточении сейчас, сидят в тюрьме. А вот это новое поколение, это ребята, ну, парни по 45 лет, которые просто приняли власть, ну, власти как принимать? Ну, приняли, кто-то стал руководителем, кто-то, в общем, через парламентские выборы получил власть и так далее. Но это другая тема. А по вопросу, как думают эти руководители и как думает простой народ, есть карабахский армянин Давид Абрамян, я с ним общаюсь, он русскоговорящий, говорит на карабахском диалекте. Недавно я с ним разговаривал. Он и его команда, они говорят, мы вернемся на горных карабах, это наша родина, это наш дом, и никто не праве запретить нас жить там по нашим законам и по нашим обидчам. Подождите, пожалуйста, но вот вы живете в Германии, например, вы не гражданин Германии, но вы живете по законам Германии, правильно? Да. Вы же законопослушный человек, живете по законам Германии, платите налоги, все. Соответственно, никто не мешает этим людям вернуться в Карабах и жить по законам Азербайджана, платить налоги. Я же Фархаду предложил, говорю, Фархад, давайте, говорит, это долгоиграющая пластинка, давайте создавайте структуру для переговоров на общественном уровне, то есть две представители обществ со своими национальными. А с кем переговариваться? Я просто не с тем понимаю, понимаете, что-то, я просто не понимаю, за счет есть институт Аксакала, и в Азербайджане есть, и в Арцах есть, институт это старейщин, которые признаны обществом, есть такая обидча, когда женщина, когда мужчины воюют, женщина бросает свой платок, и мужчины останавливают войну, есть такая обидча, и у нас есть, и у них, на Кавказе есть определенные обычаи, если женщина решила, что она снимает свой платок и бросает, мужчины перестают драться, просто перестают драться. Вот вы понимаете, из того, что я наблюдаю, например, Карабахи, дистанционно, я же не говорю, что живу в Карабахе, но из того, что наблюдаю, там уже все, в принципе, решено, потому что в Азербайджане сильное государство, сильные спецслужбы, и все спокойно, и все спокойно, более того, зная армян, это замечательные, прекрасные люди, они вернутся в Карабах и будут законопослушными, савенков там не будет, никаких попов-гапонов там тоже не будет, значит, никаких верзасулич тоже не будет, поэтому люди будут жить спокойно по законам Азербайджана и жить, поживать до добра, наживать. Смотрите, сейчас карабахские армяне обратились ко мне, у меня собрались документы где-то 100 документов, 100 арцахских армян, это паспортные данные, это... А вы знаете, что в Европейском СУЗе, в Европейском СУЗе есть закон про, ну, оформление персональных данных, вы подписались с ними, потому что нельзя держать персональные данные людей, если на то нет их разрешения, это вам просто тоже... разрешение они сами передают. Они передали вам разрешение? Конечно, они передали свои паспортные данные, передали право собственности, то есть... На себя? Не-не, копии документов собственности. А. Они передали мне копии документов собственности. Кто-то документы машины отправили, копии кто-то земельных участок, домов и так далее. Так они вам подарить хотят? Я не понимаю, не совсем понимаю, зачем они отправили. Конечно, подарить не хотят. Сейчас мы готовим судебный иск и отправим этот судебный иск в Азербайджан, чтобы они признали право этих граждан на их собственность. А Азербайджан отказывается? Судебном порядке поймем. Судебном порядке мы поймем. Подождите, а зачем судиться, если еще нет решения об непризнании этих прав? Может быть, там другое, вы знаете, может быть... Ничего. Понимаете, юриспродукция и вот судебная система тем интересна, когда если у тебя есть вопрос, ты обращаешься. Ты обращаешься, судебные органы, там оттуда тебе отвечают. Слушайте, а может быть проблема в другом, что у людей, которые к вам обратились, они жили в домах азербайджанцев. И они беспокоятся, что просто эти дома возьмут, заберут, отдадут родственникам тех азербайджанцев, которые в слезах бежали в Баку и в другие города. Без разницы, кто там жил. Теперь есть возможность обратиться и проверить, как относятся власти Азербайджана к этим истцам, которые обратились в суд в республике Азербайджан. То есть, получается, эти истцы признают как бы суверенитет и закон Азербайджана над этой территорией, правильно? Нет, это не относится к суверенитету, это относится к правообладателю. Они собственники, они обращаются, чтобы уточнить, государство принимает их собственность или нет, чтобы они собственники или нет. А почему они обращаются в суд, например, в Ереване, если они не признают юрисдикцию Азербайджана? Они же граждане Нагорного Карабаха, а Нагорный Карабах это НКО. А НКО это 70 лет часть Азербайджана. Есть определённо правовая база. 70 лет часть Азербайджана. Вы же говорите, что сейчас это уже не Азербайджан. Я говорю 70 лет, это советский период. Ну, понятно. То есть они апеллируют? Я понял. Человек должен доказать, что он получил наследство. А как он получает наследство? Его дед построил, допустим, в 1926 году этот дом, и он получил этот дом как наследство. Он должен поднять архивные документы и доказать, что он получил этот дом как наследство. То есть я понял. То есть вы будете в Баку на суде выступать и защищать права ста карабахских армян, которые доверили вам право представлять их интересы? Нет, я туда не поеду. Там есть адвокаты, которые займутся этим делом в Азербайджане. Это нормально, зачем мне отсюда поехать туда? Ну что ж, спасибо вам большое. Вот честно, как всегда, очень интересно с вами пообщаться, потому что вы очень интересный спикер, я вам честно скажу. И я только надеюсь, что, конечно, между странами, между Арменией и Азербайджаном возобладает мир. Очень же я переживаю, что как бы здесь и армянская диаспора, и Россия не подогрели новый конфликт между странами. Поэтому я очень надеюсь, что будет сверена независимая Армения, сверена независимая Азербайджан. И не будет ни западного Азербайджана, ни западной Армении. Я имею в виду, что каждый останется при своих территориях. Это было бы замечательно. Ну, ваше мнение я не разделяю. Есть западный Азербайджан. Для азербайджанцев есть западная Армения. Для армян. Западный Азербайджан это же для азербайджанцев Ереван. Неважно. Неважно. Если азербайджанцы считают, что есть западный Азербайджан, это их воля. Пусть будет для них западный Азербайджан. Вы же сказали, что Турция должна дать Армении западную Армению. Получается, Армения должна отдать Азербайджану, западную Азербайджану и Сиривану? Армения никого, ничего не должна. А чего Турция должна? Потому что есть такие документы, такие договора, такие договора международного формата, которые подписала Турция сто лет тому назад. И эти документы являются действительными.